Черноморское войско. В самом конце 18 века на Кавказе появляется новый, сильный и оригинальный деятель, начавший тогда крепнуть и разгораться в борьбе России с горскими племенами. Это была старая Запорожская сечь. Силой обстоятельств, брошенная далеко от родины на берега бурливой Кубани и ставшая лицом к лицу с детьми сыровой природы, где в горах и ущельях кликом воли неслись и земли и небес голоса. В то время, когда русско-кавказские пределы еще только перешагнули горы и там в Грузии возникал новый центр войн и мирной деятельности, северные предгория Кавказа все еще не имели крепких границ, которые могли бы служить оплотом от вторжений. Втородавний ряд казацких поселений шел по тереку, достигая верховья Кумы. Гудович переселил на Кубань донцов, основавших там ряд станиц до устья Лабы. А за устьем Лабинской станицы, вниз по течению Кубани, вплоть до самого моря, оставались привольные, но пустынные степи, растелавшиеся к северу до самого дона и оставшиеся после выселения из этих мест суворовым нагайских татар почти совершенно без населения. Но стоит только взглянуть на карту этого края, чтобы оценить всю необходимость для России укрепления за собой всего течения Кубани. К югу от низовьев этой реки простирались земли черкесов Адыге, расположившиеся на понижавшихся и сравнительно узкой полосой идущих горах Кавказа, за которыми в близком расстоянии шумело Черное море, с грозными на побережье его турецкими крепостями Анапой, Суджуккале и другими. Устья Кубани и Таманский полуостров только узким проливом, отделяющийся от Крыма, лежали между Анапой и русскими землями и были так необходимы для безопасности последних, что заселение всего этого края представлялось бы при самых неблагоприятных обстоятельствах вопросом лишь времени. И уже в 1794 году, одно десятилетие спустя после выселения Нагайцев и только два года после водворения на Кубани Донцов, казаки Запорожья под именем Черноморского войска появляются на низовьях Кубани, предводимые Чепегою и Головатым. Но Черноморское войско странным образом подчинено было не начальникам Кавказской линии, а Херсонскому генерал-губернатору и составило, подобно Грузии, особый центр борьбы с горцами до самых времен Ермолова, когда и линия, и Грузия, и Черноморское войско соединилось в единстве действий. В последние годы своего бурного существования Запорожская сечь выдвинула двух замечательных людей, своим умом, энергией, много содействующих мирному переселению казаков на привольные прикубанские степи. Это были атаман Харько Чепега и войсковой судья Антон Головатый. История Головатого есть история последних дней Запорожья и борьбы его за свои вековые вольности. Запорожье ему обязано бесконечно многим. Но он был истым сыном Сечи. Без нее он непонятен и немыслим. Чуть ли не с самых первых дней самостоятельной жизни он уже является типичным представителем знаменитого Запорожского лицарства и даже попадает в Сечь традиционным побегом в нее. Племянник Кашевого судьи Головатый учился в Киевской академии, где воспитывались дети знатных малороссов. Но, сидя над изучением Овидия и Цицерона, он, как и все, мечтал о воле и Сечи с ее войнами и бесконечным разгулом. И вот, однажды, гуляя по Киеву с несколькими товарищами, Головатый увидел несшийся вниз по реке чей-то сорванный половодьем долбленный дуб. Одно из тех ветхих судеб, на которых запорожцы пускались даже в открытое море и добирались до берегов Анатомии. Недолго раздумывая, бурсаки перехватили дуб на рыбацком челне, втащили его в камыш, и той же ночью, взяв по краюхи хлеба и сбросив свои долгополые бурсатские свиты, пустились с весенними водами искать себе доли и воли в той заповедной и заманчивой Сечи, откуда разливались воля и казачество на всю Украину. Сечь всегда и для всех стояла растворенную настижь, и единственным условием для поступления туда была православная вера, да разве еще иногда принимаемого заставляли показать свое удальство, переплыв Днепровские пороги против течения. Головатый с товарищами проделали обычную церемонию приема, так характерно описанную Гоголем. «Здравствуй! Что? Во Христа веруешь? Верую. И в Троицу святую веруешь? Верую. И в церковь ходишь? Хожу. А ну перекрестись? Ну хорошо, вступай же, в который сам знаешь курень». Головатый поступил в Кашевский курень, а через пять лет мы видим его уже полковым старшиною и правящим должность войскового писаря. То есть, говоря по нынешнему, должность начальника штаба запорожского войска. Для Запорожья наступали тогда трудные времена. Запорожцы сознавали, что с покорением России и Крыма, и Новороссии, запорожская сечь, в течение двух веков охранявшая южные пределы Украины, теряла свое прежнее значение, и что напротив, необузданная годоматская вольница, не признававшая никаких договоров, могла быть только неприятна России своими набегами на Турцию и Польшу, ежеминутно угрожая втянуть ее в новые войны с соседями. И русское правительство, исподволь, употреблявшее все меры, чтобы прекратить этот дикий казацкий разгул, но скоро увидевшее всю бесплодность своих усилий обратить казаков к мирному быту, решило наконец навсегда покончить с существованием Запорожья. Заклятые сеченники, разумеется, не могли и помыслить о том, чтобы расстаться со своими вековыми вольностями и преданиями. И, чуя приближение чего-то недоброго для себя, сумрачно косились на вышку, где за насыпью и чистоколом в Кашевой крепости, как бы для охраны сечи, незадолго перед тем поселился русский комендант Норов. Начался ряд казацких делегаций в Петербург с целью избежать беды и по возможности выгородить мирным путем свои вековые права. Первые две делегации, в которых участвовал и Головатый, были предприняты с целью добиться уничтожения сербских поселений на земле Запорожского войска. Тогда сербы были в моде, и Головатый успеха не имел. Его осыпали ласками, хвалили заслуги и верность храброго Запорожского войска, но, тем не менее, посланцы Запорожской рады оба раза возвращались в сечь ни с чем. Однако же и неудачные поездки в Петербург принесли Головатому огромную пользу. Он ознакомился со столичными придворными порядками и заручился знакомством со многими вельможами. В третий раз делегация, состоявшая из Исаулов Сидора Белого и Логина Машенского и войскового писаря Головатого, выехала из кож в сильную слякоть и стужу в начале октября 1774 года и только в декабре добралась до Москвы, где тогда находился императорский двор. Но и там делегация встретила большие трудности. Напрасно Головатый добивался свидания с Потемкиным, который в числе многих вельмож того времени был записан в войско и числился в кашевом курене под именем Грицка Нечоса. Потемкин был поглощен другими делами, а без него депутаты ничего не могли добиться. Выручила запорожцев остроумное слово одного из них. Однажды Потемкин случайно заехал к казакам в Новоспасский монастырь и не застал никого из них дома. «Ну, кланяйся к уреному батьке», – сказал Потемкин запорожскому сторожу. «Да передай, что приезжал Грицко. Благодарить за подарки, а особо за коней, как за Цугового, так и за Верхового довезут. Может, до Сената нашей бумаги», – ответил запорожец. Потемкин расхохотался. В тот же день этот ответ стал известен даже самой императрице. И Екатерина приказала немедленно заняться делом запорожцев. Готовясь нести во дворец челобитную, войсковые делегаты оделись в белые суконные кунтуши с откидными рукавами, нацепили на себя отбитые у турок сабли, и таганы, а из-под серых шапок выпустили свои длинные чубы – оселеццы. Все во дворе любовались их смуглыми хмурыми лицами, важностью сановитых движений, находчивыми ответами. Они торжественно вручили генерал-прокурору свою челобитную, смело прошли по амфиладе раззолоченных зал и возвратились в монастырь, стали терпеливо ждать решения. Головатый, между тем, успел добиться свидания с Потемкиным, который принял у себя делегатов запросто, как своих побратимов. Но то, что они от него услышали, было далеко неутешительно. Когда Головатый высказал претензию казаков насчет земель, отданных под Новую Сербию, Потемкин только покачал головой. — Недаром ты, Антон, учился в киевской бурсте Церону и, подобно мне, думал даже поступить в попы, — сказал он. — Ты, как слышу, женился и держишь жену зимовники, а все завзятые и хитрые запорожец. — О ваших претензиях я думаю иное. — О чем ваша думка? — спросил, готовясь слушать Головатый. — А вот о чем, — ответил Потемкин, — вы все черти, молодцы, и нельзя вас не любить. Только берегитесь, у всех вас одна думка. Ослабили мы турку и ляха. Как бы теперь и того дурня, москаля, шоры убрать? Ведь так делегаты молча и растерянно переглянулись. — Ну, братцы, — продолжал Потемкин, — москаля вам шоры не убрать. Крепко брыкается бесов Кацап. И лучше его не занимайте. Я сам разберу ваши бумаги, а вы тем временем заходите ко мне. Видя, что дела их принимают дурной оборот, Головатый решился пойти на уступки, лишь бы спасти любимое Запорожье. Умный и дальновидный политик, он сознавал, что существование Коша с его старыми правилами и вольностями внутри государства уже немыслимо. И старался найти такую комбинацию, которая, ограничивая в известной мере эти права, в то же время не нарушала бы основных традиций сечи. В этом смысле он составил проект нового положения о Запорожьской сече, который и представил светлейшим. Зная, что Потемкин любит и отмечает его за ум и находчивость, но на этот раз Потемкин смотрел туча тучою и, не читая, отодвинул проект Головатого в сторону. «Вы крепко расшалились», – сказал он, – «и ни в каком виде не можете уже приносить пользы. Вот ваши добрые и худые дела». С этими словами он подал Головатому толстую тетрадь, в которой перечислены были все хорошие и дурные дела Запорожья, размещенные в порядке друг против друга. Головатый сам после рассказывал, что все там было записано верно, и ни одно обстоятельство не было ни скрыто, ни ослаблено. Терека хитро худые дела сечи написал строка от строки, пальца на два, и словами величиной с воробьев. А что доброго сечь сделала, так то было написано часто и мелко, как будто усыпано маком. А оттого наши худые дела и заняли больше места, чем добрые. Спустя некоторое время Головатый пришел по обыкновению к Потемкину, не предчувствуя удара. «Все кончено. Пропала ваша сечь», – сказал ему Потемкин. «Пораженный, не помня себя, Головатый запарчиво ответил, «Пропала сечь? Так пропали же и вы, ваша светлость!» «Что ты врешь?» – закричал Потемкин и так взглянул на Головатого, что тот, смекнув, чем все пахнет, ответил ему, «А вы же, батька, вписанный у нас с казаком, так, коли сечь пропала, то и ваше казачество кончилось». Уничтожение сечи действительно было уже решено Потемкиным. И в то время, как он балагурил со своими побратимами, генералу Текелли, который возвращался тогда с Дуная, уже послано было приказание вступить в сечь и обезоружить казаков. Настал черный момент для Запорожья. «Чернахмара наступав, либо в дождик Будда» Так описывает это событие казацкая песня. Но делать было нечего, и делегаты отправились из Петербурга во Свояси, не зная еще, где им придется преклонить свои буйные головы. Головатый ехал вместе с Сидором Белым, и оба они находились в таком настроении, что даже решили покончить с собой. Они зарядили два пистолета и условились, чтобы Головатый прочел вслух все ежедневные молитвы, и когда надо будет читать верую, то обоим приготовиться, а по слову «Аминь» стрелять. Выбрав в лесу удобное место, они простились до скорой встречи в лучшем мире, где нет ни москалей, ни кацапов, и чтение молитв началось. Вот уже Головатый дошел до отчинаш и до слов «Но избави нас от лукавого», как вдруг его озарила новая мысль. Он опустил пистолет и спросил у Белого, «А знаешь, шо, батько, а шо? Вот все мы постреляемся, и нас тут найдут мертвыми, и скажут, вот два дурня, запорожцы, верно напились, мертвецкие, и пострелялись, сами не зная чего, и никто не узнает, зачем мы пострелялись, и не будет нам ни славы, ни чести и ни памяти». «Так шо же делать?» – спросил его Белый. «А!» Помолились Богу, потянули горилку из дорожной баклажки и отправились в путь-дорогу к родным куриням. А родные курени стояли в развалинах. Часть казаков, не понимая иной жизни, кроме прежней казачьей, ушла до Турка за Синий Дунай. Другая, подчиняясь необходимости, повесила на гвоздь свои сабли и принялась за плуги. Последний пристал и Головатый со своими товарищами, не теряя надежды когда-нибудь воскресить на Украине былое вольное казачество. И случай к этому действительно скоро представился. В 1780 году, спустя пять лет после уничтожения Сечи, Потемкин посетил Новороссию и мог на месте убедиться, что только имея значительную армию и прежде всего казаков, можно было охранять ее обширные границы. Он вспомнил проект Головатого, поданный ему в Петербурге, и, зная хорошо быт, характер, свойства запорожцев, решил воспользоваться бездействующей мощной силой, чтобы вызвать ее к новой жизни и направить ко благу любимой Украины. Он начал с того, что по званию царского наместника учредил при себе почетный конвой из бывших запорожцев под командой Головатого. В то же самое время он говорил открыто о намерении правительства восстановить казацкое войско и о выделении для него поселения новых мест между Днестром и Бугом. Молва об этом прошла по всей Малороссии, и старые казаки стали отовсюду стекаться за Буг. Не прошло и года, как образовалось целое забугское войско, названное Верным, в отличие от казаков, ушедших в Турцию. Сидор Белый, тот самый, тот самый Сидор Белый, что когда-то хотел стреляться с Головатым, стал батькой Кашевым, а сам Головатый был выбран в войсковые судьи, должность, которую так долго занимал его родной дядя. Служа теперь под непосредственным начальством могущественного гетмана, князя Потемкина, и, пользуясь особым его расположением, казаки старались поддерживать за собой старую славу, в то же время ревниво избегая всего, что могло бы навлечь на них даже случайное неудовольствие своенравного покровителя, в руках которого была их участь. Рассказывают, что один из запорожских старшин, имевших чин армейского штабсофицера, сделал какой-то крупный проступок, огорчивший Потемкина. Все ожидали грозы, но светлейший призвал к себе Головатого и только сказал. Головатый, пожури ты его по-своему, да хорошенько, чтобы впредь за ним этого не было. Чуем, а? Гетман, ответил Головатый, и на следующий день, явясь рапортом, лаконично сказал. Исполнили ваша светлость. Что исполнили? Спросил Потемкин. Да пожурили того по-своему. Як вы сказали? А как же вы его пожурили? Расскажите мне, сказал князь. А як пожурили? Так просто ж. Положили так, чиями, так уж кварили, шо на силу вин встав. Как? Старшину майора, закричал Потемкин, да как же вы могли это сделать? Правда, так и на силу еще смогли. На силу и четыре повалили. Не давав все, однако. Да ведь он майор. Ну и шо, что майор? Майорство при нем и осталось. Вы приказали его пожурить? Вот он теперь и будет крепко журиться. И за прежние штуки уже не примется. Ценя усердие и верность запорожского войска, Потемкин должен был оставить это дело без последствий. Тем более, что и сам обиженный, чуя за собой вину перед войском, молчал. Между тем, началась вторая турецкая война. И для нового запорожского войска настали времена побед и отличий. Его вел Кошевой Сидор Белый, а под ним начарствовали арка Захарий Чепега, запорожская конница и головатой пехоты, и грибной флотилии. В памятном истреблении турецкого флота 16 июня 1788 года в Днестровском лимане грибная флотилия верных казаков принимала самое живое участие. Сам Кошевой вместе с головатым ходил штурмовать турецкие корабли и первый заплатил за победу собственную жизнью. Раненый смертельно во время абордажа, Белый скончался на третий день, завещав казакам держаться более всего старого уряда. По смерти атамана в войске образовались две партии. Одна прочила в Кошевые Харько Чепегу, другая хотела головатого. И тот и другой пользовались равным уважением в войске, как лучшие представители Сечи. Но первый был исключительно воином, тогда как второй занимал по войску преимущественно административные должности. И потому, после многих пререканий, споров и колебаний, выбор пал, наконец, на Чепегу, которому дала перевес его известная отвага в боях, ценившаяся в то время выше гражданских заслуг. Потемкин утвердил выбор Чепеги и в знак личного уважения к новому атаману послал ему в подарок дорогую саблю. Не лишнее сказать, что соперники остались между собой искренними друзьями до самой смерти. Между тем, военные действия продолжались, и на долю казацкого войска выпало в них немало отличий. А осенью, во время осады Очакова, казаки совершили под руководством Головатова одно из тех замечательных военной истории дел, на которых с удивлением останавливаются и современники, и потомство. Осенние бури заставили тогда Гасан-Пашу со всем турецким флотом удалиться из-под Очаковок Царьграду. Но, дорожа отлично якорной стоянкой, которая была у острова Березани, он укрепил ее береговыми батареями, а в самом середине острова построил целую крепость, в избытке снабдив ее артиллерией и всеми припасами на случай осады. Собственно говоря, Березань и ее батарея были безвредны и не нужны для русских, но Потемкин решил их взять во что бы то ни стало, рассчитывая этим поднять нравственный дух своих войск и поколебать мужество осажденных. Выбор его для исполнения этого отважного предприятия пал на Головатого. «Головатый», – сказал ему однажды Потемкин, «как бы взять Березань?» «Возьмем, батька», – ответил Головатый. «А, что же будет за то?» – добавил он, улыбаясь. «Будет, будет, только возьми Березань». «Хорошо», – сказал Головатый и спокойно вышел из ставки светлейшего. 7 ноября 1788 года грибная казацкая флотилия на глазах всей армии, несмотря на страшный огонь прибрежных батарей, пристала к берегу. И через несколько минут все эти батареи и сама крепость, взятые штурмом, были уже в руках казаков. Говорят, будто бы они подплыли к крепости, переодевшись в турецкие мундиры. 230 пленных, 23 орудия и несколько знамен достались трофеями в руки победителей. Обладев Березанью, Головатый оставил в ней гарнизон, а сам немедленно явился к Потемкину. Подходя к нему, он запел «Кресту твоему поклоняемся, владыка!» и, сделав земной поклон, сложил к ногам князя ключи Березанской крепости. Потемкин тут же навесил на него орден святого Георгия второй степени, а отряд, взявший Березань, назвал себя по имени крепости. Гордился этим названием и впоследствии на Кубани передал это имя одной из станиц на Байсуге. Другой раз небольшая партия запорожцев на лодках пробралась к Измаилу и дала возможность снять на план все его укрепления. Потемкин приказал Головатому представить себе удалецов, кто участвовал в этом деле. И те наскоро отправились из лагеря в дорогу и явились к Гетману прямо с лодок, обтрепанные, в порванных рубахах, иные даже босиком. Светлейший, вышедший к ним в богатом Гетманском кафтане, в лентах и орденах, принял их за нищих. «А где твои храбрые молодцы?» спросил он, оглянувшись на Головатого. «Да это ж преподобие они и есть», ответил с поклоном войсковой судья. «Неужели начальство поскупилось, получше снабдить их в дорогу?» «А что же нужно, батька ты наш?» «Казаку», ответили запорожцы. «Распытались мы у Коша». Кошевой сказал, «Идите с добрым человеком», «Ну, мы и пошли». «Теперь, князь, нема уже опаски», прибавил другой запорожец. «Турецкая флотилия, як на ладони, прикажите ваши и побьем мы их». Потемкин тут же произвел несколько запорожцев офицеры, а всей партии казаков, бывших в этой замечательной реконсценировке, велел выдать новую, полную по их обычаям одежду и сто червонцев на всех. Деньги и платья запорожцы, впрочем, пропили меньше, чем в трое суток, не выезжая из Яс и ушли обратно, как приехали в Лохмотьях. 18 ноября при истреблении турецкого флота под Измаилом и потом на штурме этой крепости они были опять главным виновником успеха и заслужили восторженную похвалу от Суворова. Ряд боевых отличий, оказанных казаками в турецкую войну, доставил ему назначение черноморскому казачьему войску, атаману Чепеге, орден Святого Георгия Третьей степени, а головатому чин полковника и орден Святого Владимира Третьей степени. Но кончилась Турецкая война, а вслед затем 5 октября 1791 года умер и светлейший Потемкин. С ним умерли и все надежды юного черноморского войска, лишившегося в нем могущественного покровителя. В память своего гетмана верное черноморское войско сделало белое атласное знамя, которое и до ныне хранится в войсковом соборе. И заплакали черноморцы, говорит Короленко. Но не встал Горецко на зов любимого войска, которому было о чем плакать. Для черноморцев наступила пора невзгод, которую они пережили только благодаря духу единства, проникавшего к казачеству. Не успел умереть светлейший гетман, как казаки, путем еще не им вольных местах между Днестром и Бугом уже получили приказание готовиться к переселению на Кубань в обширные, пустынные и безлюдные пространства, лежащие в соседстве с черкесскими народами, от которых нужно было оберегать границу. Но вместо с тем пошли и недобрые слухи, что готовится более радикальная реформа, что казачество будет уничтожено, а из черноморцев образуют легкоконные полки, которые по очереди и будут посылаться из своего забужия нести заурядную солдатскую службу на берегах той же Кубани. Казаки, не имевшие уже при дворе, как бывало, за ручки в лице Потемкина, встревожились. И как не тяжело им было бросать уже насиженные места, но они предпочитали лучше совсем переселиться на Кубань, лишь бы сохранить свой старинный казачий уряд. Что будет, то будет, а будет то, что Бог даст. Порешила войсковая рада и отправила депутацию с войсковым судьей Головатым к императрице просить отдать казакам прикубанские земли в их вечное владение. Приехав в Петербург, Головатый тотчас принялся хлопотать о скорейшем представлении его императрицы. Вельможи были в большом затруднении. Как в самом деле было решиться при тогдашнем блеске двора представить государине этих страшных людей и необыкновенной одежде с бритыми головами, людей, которые даже не говорили, а только издавали какие-то странные звуки Тони Эге Атош до крайности смущавшие воспитанных на придворном этикете русских вельмож. Тем не менее аудиенция была назначена. В воскресный день в приемном зале дворца съехался весь двор. Весь дипломатический корпус, министры, генералитет ожидали выхода императрицы из церкви. Но вот в аудиенц залу вошли депутаты черноморского поиска, впереди всех головатый, среднего роста, смуглый, с большими усами, замотанным несколько раз за левое ухо, а зелецом он был в зеленом чекмене с полковничьими голунами, в белой закинутой назад рукавами черкески, в широчайших шароварах и в красных сапогах, подбитых высокими серебряными подковами. Обвешанный орденами, закручивая свой длинный ус, он сурово окинул глазами собрание и спокойно встал на указанное ему место. Свита разместилась позади него. Между тем обедня отошла, в зале водворилась тишина и в растворенных Настей дверях показалась императрица, которая с милостивой улыбкой подошла прямо к черноморцам. Головатый выдвинулся вперед, поклонился и громко, ясно, на чистом русском языке сказал короткую приветственную речь. Императрица выслушала его с удовольствием, допустила к своей руке и приказала князю Зубову лично заняться делами черноморцев. Теперь весь двор и все знатные лица того времени уже старались познакомиться с Головатым. На перебой приглашая его на обеды, вечера, балы, жадностью слушали его рассказы о сече, о нравах, о обычаях черноморцев, дивились его уму, находчивости, ловкости и оригинальности в суждениях. Как истый сын Запорожья, Головатый приезжал ко всем со своей бандурою и, подыгрывая на ней, пел свои запорожские былины, от которых у слушателей сжималось сердце и выступали слезы. На одном балу он был представлен великим князьям Александру и Константину Павловичем. Скажите, отчего это черноморцы завертывают свою чуприну непременно за левое ухо, спросил однажды Константин Павлович. Все знаки достоинств и отличий Ваше Высочество сабля, шпага, ордена и другие носятся с левого бока, то и чуприна, как знак удалого и храброго казака, должна быть обращена также к левой стороне. Несмотря, однако же, на все внимание и ласки, расточаемые черноморцем, дело их подвигалось чрезвычайно медленно, а между тем дороговизна жизни в столице совершенно истощила кошелек Головатого, и он стал придумывать средства, как бы выйти из этого положения. Однажды, на заре 11 июня, он был разбужен выстрелами с Петропавловской крепости. Казаки, которые выскочили на улицу, узнать о причине пальбы, скоро возвратились назад, крича Ольга Павловна, Ольга Павловна, с чем и вас, батьку, поздравляем. Это был день, когда родилась великая княжна Ольга Павловна. Двор был тогда в царском селе. Головатый, не теряя времени, нанял извозчиков и поскакал со всеми черноморцами приветствовать государыню с новорожденной внучкой. Не доезжая нескольких верст до царского села, он сошел с дорожек, отпустил их, а сам, одетый в парадную форму, лег под деревом близ самой дороги со всей своей свитой. Между тем все вельможи в богатых экипажах неслись по дороге, чтобы принести поздравления императрице. И, видя Головатого, останавливались и смотрели на него с изумлением. Многие спрашивали, зачем он в полной форме лежит на дороге. Головатый спокойно говорил, а как же, Бог послал всеобщую радость, и мы спешим царское село принести поздравления. На чем же вы спешите, где ваши экипажи, удивленно говорили любопытное. Так это что, пешком? Да. Он вошел во дворец позже других и с беспокойством справил, спрашивал у придворных, не опоздал ли? Приговаривая, сторона не близкая, Петербург от царского села, а дрожек нанять не могли, прожились совсем. Встреча с Головатым сделалась предметом придворных разговоров. Все заговорили о крайности, в которой находились черноморцы. И кто-то довел обо всем до сведения императрицы. Это обстоятельство настолько подвинуло решение дела, что уже 18 июля Головатый вновь представлялся Екатерине, чтобы благодарить за милости, оказанные черноморскому войску. Получив из рук самой императрицы пожалованную ему золотую саблю, Головатый произнес благодарственную речь от лица всего черноморского казачества. «Тамань, говорил он, между прочим, дар твоего благоволения будет и вечным залогом твоих милостей к нам, верным казакам. Мы воздвигнем грады, заселим села, сохраним тебе безопасность русских пределов». Императрица была довольна и удовольствовала все просьбы черноморцев, послала с головатым войско милостливые грамоты в богатом ковчеге, большое белое знамя, серебряные ретавры, войсковую печать и на новоселье по русскому обычаю хлеб-соль на блюде из чистого золота с такой же соломкою, а кашевому чепеге драгоценную саблю. Уведомленное возвращение депутатов из Петербурга Кашевой командовал для встречи дорогих гостей за 30 верст пятисотенный полк, а 15 августа в главном селении Черноморского войска Слабодзея в присутствии всех полковых старшин херсонского архиепископа с духовенством всех казаков и множества народу устроил им парадную встречу. Казацкое войско поставлено было в две линии по обеи стороны улицы, а между ними устроено возвышенное место, покрытое турецкими коврами, на котором стоял кашевой и были приготовлены столы для возложения на них царских даров, привезенных головатым. Около кашевого широким полукругом стояли старшины с булавами, знаменами и другими знаками отличий, заслуженными войском. Между тем подходила депутация. Впереди четыре штаб-офицера несли на блюде монарший хлеб, покрытый дорогой материей. За ним сам головатый нес на пожалованном блюде солонку и высочайшие грамоты, а далее малолетние дети его Афанасий царское письмо кашевому, а Юрий драгоценную осыпанную алмазами саблю. Как только депутаты приблизились к войскам, началась пальба из пушек и ружей, продолжавшаяся до тех пор, пока головатый, сказав приветствие, не передал царских даров кашевому. Кашевой одел саблю и, поцеловав хлеб-соль, прочитал народу высочайшие грамоты, и вся процессия двинулась дальше в церковь. После торжественного молебна царские дары перенесены были в дом Кашевого, а хлеб разделили на четыре части. Одну положили в войсковую церковь, где она хранится и поныне, другую отправили в Тамань, к Черноморской флотилии, третью разделили в полки, а четвертую поставили на стол у Кашевого. Тут старшины пили горелку и ели этот хлеб, а остатки его с церемонией были перенесены в дом войскового судьи, где приготовлен был стол для почетных граждан. Для казаков накрыты были пять столов на траве близ церкви и пир там продолжался до глубокой ночи. Веселием и радостью окончился этот знаменитый знаменательный день в истории Черноморского войска. Готовясь к дальнему походу, черноморцы отправили вперед в флотилию под командой войскового полковника Белого, а за ней в октябре 1792 года двинулся сухим путем и сам Кашевой со всем своим куриным товариществом. О прежнем горевании не было больше воспоминаний и черноморцы весело распевали песню, сложенную тогда головатым. В этой песне в сущности пересказано только содержание грамоты, данной Екатерины казакам на поселение их при Кубани. Обязанность жениться была поставлена в ней в число других главных условий поселения на новых местах. В первое время житье черноморцев на Кубани было далеко не завидно. Пустынный край неприветливо встретил переселенцев. Для своего оживления он требовал необыкновенной деятельности от малочисленных пришельцев, которые на первых порах к тому же терпели крайний недостаток даже в первейших потребностях оседлой жизни. Глушь и запустение края были таковы, что нашлись казаки, хотевшие бежать и удержанные только привязанностью к товариществу и к батьке Кашевому. Харько-Чепеги, зазвавшему их с собой на эти пустынные берега, большинство казаков, однако же, обрадовались богатым естественным угодьем, раскидистому течению Кубани, широким лиманом, безбрежной степи, всему, с чем так свыкли их глаз у Днепра. Нравился Днепр, и что теперь как будто бы перенеслось вместе с ними под чужое небо, и скоро казаки совсем свыклись со своей новой родиной, сохраняя свой быт, свои старые обычаи. Несмотря на обязательное присутствие семейного начала, введенного Екатерины, большинство казаков, сам Кашевой и Старшина, оставались закаленными войнами, настоящими бойцами, для которых дороже всего на свете были предания Сечи. Сечевой ряд лег в основании первоначального заселения Кубанского края, и, как было в Запорожье, так и теперь на Кубани, семейное поселение долгое время считалось чем-то придаточным, второстепенным, а на первом плане стояли куреня. Обширные казацкие казармы, носившие те самые названия, которые существовали некогда в Запорожье, исключение было сделано только для главного войскового города, в честь императрицы, названного Екатериноградом. По-прежнему церемония присяги атамана важнейший момент казацкой жизни служили ярким напоминанием о стародавней казацкой славе, приобретенной на Сечи. За осевшими и поросшими колючками стенами Екатеринодарской из крепости из крепости внутри обширного редута расположены были четырехугольником невысокие и длинные казармы, старинные куреня, а между ними, как было и в Сечи, площадь, майдан, посреди которой возвышался шестиглавый храм, войсковая соборная церковь. В ней казаки хранили свои драгоценные заветные сокровища, памятники доблестных заслуг верного черноморского войска, знамена, регалии и все, что сохранилось в войске от его старины, что собрано на поле честных заслуг государству и может свидетельствовать о доблестной службе и храбрости предков. Раз в год во второй день Пасхи клейноды выносились из войскового храма на Майдан на показ народу, чтобы ведали люди о них и мать и жена и малые дети казака и наезжие гости его, но с особой торжественностью совершался их вынос именно в день присяги нового войскового атамана. Тогда все куриные атаманы собирались в войсковой город и сперночами в руках присутствовали при присяге главы войска. Тогда все знамена минувших времен обступали присягавшего и осененные старейшими из них он произносил клятву вести войско по пути долга, чести и общего блага. Обряд этот в своих существенных чертах сохранился даже и поныне. по-прежнему главным богатством казака и здесь как в Запорожье были конь и оружие. Запорожцы в течение трех веков выносившие на своих плечах натиск татар, турок, поляков и естественно должны были иметь лошадей, способных переносить все случайности войны, холод, голод, жар, безводицу. Военный быт казаков и их походы представляли им немало случаев улучшать свои табуны примесью к ним новой крови, персидской, турецкой, а не редкой арабской. И эти запорожские кони перешли теперь со своими хозяевами привольные кубанские степи, где для казаков было еще больше случаев улучшать породу своих лошадей. Сама одежда казака долго еще сохраняла характер стародавнего времени. Алый по-запорожски червонный кунтуш, широкие шаровары, красные сапоги и высокая шапка из черных смушек с красной тулей составляли их вседневный наряд. Дорогой узорчатый или парчевый кушак был предметом роскоши и стоил иногда дороже всего остального наряда. По кушаку узнавались знатные особы, и старшины немало тратились на эту статью, чтобы поддержать свое достоинство. Вооружение состояло из винтовки, пары пистолетов, длинной казацкой пики и турецкой сабли. Была поговорка «конь татарский, мушкет немецкий, сабля турецкая», то справа молодецкая. Лучшее оружие было не куплено, не выменено, а добыто кровью от побежденного неприятеля. Впоследствии все это изменилось, и древний живописный костюм запорожца встречался только уже на одних стариках, не хотевших расставаться с кунтушом и по-прежнему ходивших с длинными опущенными книзу усами, бритой головой и седым оселедцем за ухом. Не успели казаки осмотреться на новых местах, как уже Кашевой Чипега с двумя полками должен был идти воевать с поляками. Труден был этот поход, вынуждавший их опять бросить дома, хозяйство, но и привлекательна была для многих мечта еще раз посетить тот край, который был переполнен стародавней славой казацких подвигов. Проводив свое войско, Чипега заехал с дороги в Петербург представиться императрице. Екатерина обласкала старого сечевика и из своих рук передала ему драгоценную саблю, осыпанную алмазами. «Возьми, сынок, и бей ею врагов», сказала императрица. Как исполнили черноморцы в Польше завет царицы, лучше всего видно из частного письма Харька Чипеге к одному из своих знакомых. Поход в Польшу был слава вседержителю нашему богу благополучный. Корпус наш под начальством генерала Дельфиндена шел до Слонима. И мы, бывшие с польскими мятежниками на восьми сражениях, гнали их як зайцев аж до самой Праги, что нас упротив столичного города Варшавы. И тут уже по соединении с батькой братом Александром Васильевичем доклали их воза и всех неприятелей. В Праге бывших выкосили, арешту вытопили в Весве. Тут их наклали так, як мосту на Варшаву, як взяли с гарм отстрелять, то вона за раз и сдалися. Еще Чипега не возвратился из Польши, а казакам пришлось идти уже в новый поход. И головатый повел еще два полка в персидский корпус графа Зубова. Сев на суда в Астрахани казаки 21 июня 1796 года высадились в Баку, куда вслед за ними прибыл и главнокомандующий. Головатый встретил графа приставки, а черноморские полки, выстроенные под развернутыми знаменами, приветствовали главнокомандующего тремя залпами. Довольный приветом черноморцев, граф благодарил их за успешный поход осведомился о здоровье Кашевого Чепеги, расспрашивал Головатого о делах на кубанской границе и в знак особого расположения приказал выдать черноморцам тройную винную порцию. В то же время он записал себя в черноморское войско войсковым товарищем, а сына своего полковым Исаулом. В персидском походе небогатым военными событиями черноморцам тем не менее случилось не раз показывать казацкую доблесть удаль. Так однажды партия казаков на лодках сделала поиск к персидским берегам, разбила несколько приморских городов, поселений, освободила множество пленных армян и, овладев целой флотилией персидских лодок, пошла назад к своей экскадре. По дороге их захватила страшная буря, и одна из лодок, на которой находились лейтенант и панчин, два матроса, восемь черноморских казаков и несколько армянских семейств, была отнесена течением к персидскому берегу. До полуторста человек, персиян, заметив русское судно, боровшееся с бурей, тотчас бросились в лодки, чтобы завладеть им, как легкой добычей. лейтенант и панчин и оба матроса, кинувшись в шлюпку, бежали, а испуганные армяне спрятались под палубу. Но черноморцы выбрали из своей среды предводителя, казака Игната Саву и приготовились к бою. Как только персидские лодки стали сближаться с казацким судном и неприятель открыл батальный огонь, казаки со своей стороны ударили из ружей с уговором без промаху. Первым же залпом они уложили персидских начальников, а потом как отличнейшие стрелки перебили по выражению Головатого и всех остальных. Смущенные персияне укрывались за бортами стреляли на ветер и наконец бежали видя, что казацкие пули производят в рядах их страшное опустошение. Головатый был в восторге от поведения своих казаков и, описывая этот случай Чепеги, восклицает в конце своего донесения. Слава им! Сила казаков это! Но были в этом походе и грустные факты. Командир 2-го полка полковник Великий, отправленный на остров Калишеван для устройства лагеря, был застигнут сильным штормом и, опрокинутый со шлюпкой, погиб в волнах Каспийского моря. Другой командир полка полковник Чернышев вместе с частью своих казаков со знаменем, куриным перенчаном и с иконой, которую благословил их таврический военный губернатор, пропал бесследно на переезде к острову Сара. В течение нескольких месяцев о нем не было ни слуху, ни духу, и черноморцы, считая его погибшим, сокрушались об утрате казацкой святыни. Но впоследствии оказалось, что потерпев крушение, Чернышев был выброшен бурей где-то на берегу Дагестана, долго странствовал в горах и только в начале 1797 года сумел присоединиться к отряду. Сам Головатый, произведенный за отличие в чин бригадира и назначенный начальником Каспийской флотилии и десантных войск, не перенес этого рокового для многих похода. Надо сказать, что десантные войска собирались в то время на острове Сара с климатом до того убийственным, что в течение одного месяца один за другим умерли два предместника Головатого контр-адмирал Федоров и генерал-майор граф Апраксин. Не выдержал болотных миазмов и третий начальник десанта Головатый и заболел горячкой. Он долго перемогался, не хотел ложиться в постель и даже в самый день своей смерти, сидя на креслах, в мундире писал проект об улучшении быта Черноморского войска, но болезнь сломала его. Он умер 29 января 1797 года. А на Кубани, в самой земле Черноморского войска, почти в то же самое время, 14 января 1797 года, умер и Чепега. Этот отец черноморской семьи, который и по достижению высокого сана сохранил до самой смерти свою простоту, образ жизни, служивший примером для всех черноморцев. Мир праху твоему, знаменитый Харько, основатель рассадника доблестных черноморцев на негостеприимных берегах Кубани. Так говорит о нем историк Черноморского войска. Когда выбирали нового атамана, общее желание войсковой рады указало на Головатого. Не знали казаки, что нет уже в живых их Головатого. Чепега и Головатым оканчивается привилегия казаков выбирать себе Кашевого атамана, который с этих пор назначается уже самим императором. И первым назначенным атаманом был войсковой писарь Тимофей Терентьевич Котляревский. Что за личность был этот Котляревский, сказать довольно трудно по отсутствию о нем всяких исторических данных. Но одно уже то, что он был первый батько атаман, выбранный неволей самого товарищества, предрасположило против него сердца старых ящевиков, теперь более чем когда-нибудь желавших сберечь и укрепить за собой все, что было так дорого им там, на старых днепровских порогах. И случай выразить Котляревскому их общее неудовольствие скоро представился. Возвращаясь из трудового перститского похода и подходя к Теренандару, казацкие полки ожидали, что их встретят по старым обычаям, с известной церемонией. Котляревский между тем об этом не позаботился и показал совсем не похвальное равнодушие к военной славе целого войска. Так, по крайней мере, взглянули на это дело сами черноморцы. Оскорбленные в самом дорогом для них чувстве воинской чести, казаки вышли из повиновения своим старшинам и многих из них поколотили. Не миновать бы того и самому Котляревскому, если бы он не скрылся в усть Лабинскую крепость, откуда возвратился уже Святским пехотным полком, принявшимся по-своему усмирять черноморцев. После этого случая Котляревский уехал в Петербург и большую часть своего атаманства провел в столице, высылая в войску целую массу приказов, письменных распоряжений, в то время как между черноморцами и черкесами уже завязалась упорная борьба. Котляревский пробыл атаманом только до 1799 года, когда преклонные лета заставили его просить увольнения от должности. Император предоставил ему самому назначить себе приемника, и выбор его пал на войсковом полковнике Бурсака. Бурсак начинается новый период Кавказской войны на Кубанской границе. Когда черноморские казаки поселились на Кубане, одним из первых дел их на новой родине было создать храм всемогущему богу. Викатин на манер широкого персидского пояса парчи, в среднем золотое шитье от воротника, а в третьем небольшой образ, живопись на котором уже совершенно почернела до неузнаваемости. Есть свидетельства, что первый из этих гробов хранил брендные останки атамана Черноморского казачьего войска генерал-майора Захария Алексеевича Чипыга. О двух других гробах и исторических известий нет. Но судя потому, что в те далекие времена Чипеги только самые влиятельные и уважаемые войски лица могли рассчитывать на честь быть погребенными в соборных оградах, не говоря уже о самой церкви, можно с полной достоверностью заключить, что в другом покоился вечным сном головатый, а в третьем протоиерей роман Порохня, похороненная в один день 14 марта 1800 года. И эти немые свидетели прошлого громко и ясно говорят нам о характерах и делах людей того старого века. В гробе генерала Щипеги нет ничего, кроме знака казацкого отличия пояса. Покойный атаман был враг честолюбивой роскоши. Котляреский был уже другой человек и человек другого времени. По словам историка Черноморского войска, еще занимая пост войскового писаря, это был уже не товарищ казак, а деликатный вельмож того времени, который пользовался благоволением императора Павла и далеко не бывший так прост в образе жизни, как его предместник казак Чипега. И вот в гробе его останки пышного шитого золотом генеральского мундира со скромным служителем церкви, пришедшим вместе с казаками из-за Бога и посвящавшим всю жизнь свою молитве за родных черноморцев, в гробу лежала эмблема веры и молитвы. Так и сами эти гробы служат для нас красноречивым свидетельством, что слава в потомстве следует за теми, кто живет не во имя самолюбивой гордости, а во имя блага своей отчизны и своего народа. Бзююкская битва Первый поход черноморцев на Кубань Переселившись на привольные кубанские берега, черноморское войско нашло в отведенных ему местах ничтожные остатки когда-то сильных черкесских племен, воевавших с нагайцами, а иногда вместе с ними вносивших опустошение за Тихий Дон вглубь русских земель. Сохранялось еще предание, что вся местность и все разливы близ устья в Кубань занимало некогда хикакское племя, ближайшее к владениям крымских татар, а к юго-востоку от них обитали жанинжи, сильный воинственный страшный народ, выставляющий до десяти тысяч превосходных наездников. Жанинское племя было некогда на Кавказе сильным и могущественным, но оба это племени были истреблены чумой, и казаки нашли на их месте лишь несколько бедных хижин, не представляющих для казаков опасности уже. иную картину представляли сильные черкесские племена Адге, жившие по ту сторону Кубани на склонах западной части Кавказского хребта. Черноморцы, запорожцы, привыкшие встречать в своих степях крымских богушек конокрадов здесь, на Кубани, с удивлением увидели перед собой народ того же татарского склада, но в высшей степени трудолюбивый, честный, но в то же время воинственный и вечно вооруженный, потому что он не составлял из себя государство, и каждый отдельный член его должен был сам заботиться о своей безопасности. И казаки не могли отказать черкесам в глубоком уважении, как к народу равному ему подобности. Черкесы со своей стороны также скоро выучились уважать лучшие стороны казачества. Увидев новое воинственное племя, бог весть откуда и зачем пришедшие и поселившиеся с ними бок о бок, сначала они смотрели на него не совсем дружелюбно, но мало-помалу они помирились с ним, видя рыцарские качества пришельцев, так прекрасно вооруженных, так смело, бесстрашно приходивших к ним на Кубань партиями и поодиночке, рубить леса, ловить рыбу, охотиться и очевидно не желавших причинять им никакого вреда. На этой почве взаимного уважения между казаками и черкесами в первое время возникли самые дружественные отношения. Завелась миновая торговля, куначество. Казаки и черкесы ездили друг другу в гости. Если случались какие-нибудь неудовольствия, недоразумения, воровство, убийства, мошенничество, то они разбирались всегда добросовестно и безо всякого пристрастия. Турки, сидевшие в Анапе, с неудовольствием следили за развитием мирных сношений на Кубани, справедливо видя в них помеху своему влиянию и всеми силами старались мешать им, вызывая в горцах ненависть христианским пришельцам. И скоро казаки сами помогли им неосторожным вмешательством в распри между черкесскими племенами, сразу положившим начало упорной долголетней ненависти и войне. Дело было так. По странному совпадению одновременно с французской революцией в 90-х годах прошлого века в землях шапсугов и абадзехов обнаружились яркие признаки революционного движения. Шапсуги, конечно, ровно ничего не знавшие о Франции, тем не менее в тех же самых годах восстали против своих дворян и князей и гордая, блестящая дотоли аристократия их пала в неравной борьбе. Князья были изгнаны из отечества, а народ ввел у себя чисто демократические порядки. Но и в Кавказских горах и ущельях происходило в миниатюре то же самое, что происходило в Европе. И между черкесскими племенами далеко не все отнеслись сочувственно к революции. Так бжедуги не только сохранили верность своим князьям и старинному феодальному рыцарскому устройству, но и дали убежище шапсукской эмиграции. Вспыхнула война, и бжедуги обратились за помощью к черноморским казакам. Не рассчитав впоследствии казаки перешли за Кубань в черкесские земли и там приняли участие в знаменитой Бзюгинской битве, столь памятной для них своими последствиями. Об этом первом казацком походе сохранилось несколько известий, не всегда однако же согласных между собою. Вот что говорит о ней предание, записанное со слов старого казака черноморца, современника и участника событий. Однажды рассказывал старик, приехал к нам в гости приятель бжедук и рассказал, что у них в горах жить стало трудно, что шапсуги и абадзехи хотят во что бы то ни стало выгнать бжедукских князей и что они приехали с тем, чтобы просить атамана о помощи. Дней через пять после этого получен был действительно наказ от Куринова собраться нашей сотни и идти в Екатеринодар. Вот и на мою долю выпало побывать в этом поганном деле. Сотни командовал тогда не то Ския-Ярёвский, не то другой, кто не запамятую, бог был он не из нашего куреня. Дали нам одну поганенькую пушку и повели нас к тому месту, где теперь Хамутовский пост. Здесь переправились мы за Кубань и отошедшие версты две остановились. К рассвету к нам подошли три-четыре тысячи джедугов, а спустя немного дали знать, что идут к нам и противники наши. День был отличный, жаркий, на небо не облачко. Кругом нас растелались большие леса, виднелись богатые аулы и ходило множество стад. Видно было, что дело шло не на грабеж, а просто на рыцарскую потеху. Как только показались шапсуги, джедугский князь попросил Исаула стрельнуть из пушки. Стрельнули. Шапсуги в ответ на это пустили целые тучи стрел, дали залп и кинулись в шашки. Тут уже каждому работа была вдоволь. Наша сотня стояла в стороне и собственно в битве не принимала никакого участия, а смотрела так, как на какую-нибудь комедию. Бжедуги долго держались молодцами, но вдруг по всей линии разом пронесся какой-то радостный крик, и бжедуги смешались. На вопрос, что такое случилось, казакам ответили, что князь убит, и что по народным понятиям дело их проиграно. Напрасно черноморцы указывали им на беспорядок в рядах неприятеля и ручались за успех, ежели кинуться дружно. Бжедуги твердили одно, что этого сделать нельзя, и просили казаков не вмешиваться, чтобы не нарушить народного обычая. Подивились мы их неопорядку, продолжал старик, а тут глядим, черкесы и взаправду слезают уже с лошадей, прячут стрелы в колчины и опускают луки. Несколько стариков разослали на земле свои бурки и на них положили сильно раненого князя. Он тут же и умер, крепко наказывая народу держаться его сыновей и не слушаться шапсугов. Между тем, как наши дурни черкесы сами на себя надевали петлю, противники их скакали по полю, стреляли вверх и оглашали воздух радостными криками. Убитых и раненых с обеих сторон было много, всех их забрали и повезли с собой по аулам. Сотины также повел нас к Кубани, и мы прибыли домой благополучно, без всякой потери. Краткие официальные известия, занесенные в историю Черноморского войска, впрочем, говорят, что казаки, ходившие тогда за Кубань под начальством войскового полковника Еремеева, принимали в деле некоторое участие и потеряли ранеными прапорщика Балаху и восемь казаков. Но существуют черкесские народные сказания, которые с большой подробностью, достоверностью передают факты битвы, ставшей эрой в жизни черкесов и крепко залегшей в памяти народной. Шапсукская эмиграция, как говорят эти сказания, водворившаяся у бжедугов, конечно, не оставалось сидеть с ложа руки и кровавыми набегами расплачивалась народом за свое изгнание. Тогда шапсуги поднялись сами, чтобы со своей стороны мечом отплатить покровителям изгнанников бжедугским князьям. И в то же время они не чуждо были стремлении распространять свою революцию дальше, требуя, чтобы и бжедуги, подобно им, изгнали своих князей. Но это требование только могло возмутить народное чувство бжедугов, преданных своим князьям и свято чтивших законы гостеприимства. Раздражение и ненависть с обеих сторон были чрезвычайны. Враги встретились на берегах речки Дзиук, полагают, близ нынешней Новодмитриевской станции, станицы. И тут произошло коровопролитие, небывалое в междоусобных воинах черкесских племен. Шапсуги сильнейшее число напали ожесточением и их знаменосцы обыкновенно первыми, бросающиеся на врагов, проникли далеко вглубь неприятельского войска. Но бжедуги самую стремительность неприятеля обратили в свою пользу. Они побежали и навели разгоряченную вражескую конницу на скрытую в засаде свою пехоту. Охваченная с двух сторон, вся конная шапсугская толпа повернула назад и в бегстве смяла часть своей же пехоты. Напрасно вожди старались восстановить порядок. Напрасно храбрейшие стыдя избежать смертью искупали постыдную трусость товарищей. Все усилия были тщетны. Пехота шапсугов еще долго и храбро сражалась, но тем сильнейшему поражению она подвергла себя, потому что бжедугская конница, которая возвращалась после победы, ударила ей в тыл и поставленные между двух огней шапсуги подверглись страшному истреблению. Сама природа казалась благоприятствовала победителям. Утро этого достопамятного дня было тихо, прекрасно и летнее солнце великолепно взошло над прекрасной равниною, блиставшей росой и скоро долженствовавшей обогриться сокровью. Но вдруг перед самым сражением весь горизонт покрылся мрачными тучами. Изредка засверкала молния и пошел проливной дождь. И это обстоятельство было чрезвычайно полезно для малочисленных бжедугов тем, что замокшие ружья почти не стреляли, а в рукопашном бою они ловкие и проворные много выигрывали перед тяжелыми и сравнение с ними неповоротливыми шапсугами. Поле сражения было покрыто убитыми и ранеными. Целыми толпами пригоняли пленных к сборному месту добычу. Оружие свозили туда же и, как говорят, навезли целую гору. Но победа стоила дорого и победителям. Они потеряли много отличных людей и своего храброго князя Батыгерея. Этот замечательный человек получил рану в самом начале сражения, когда еще не было известно, чем решится судьба достопамятного дня. Истекая кровью, лежал он на поле кровавого побоища и дожил еще до минуты, когда пришли поздравить его с победою. «Теперь я умру спокойно», сказал он. Участие малочисленного отряда казаков по горским сказаниям, также было делом второстепенным, принесшим победителям, однако, большую пользу несколькими выстрелами из орудия, которые должны были внушить сильный страх шапсугам. В песне, в которой бжедуги передали потомству свои подвиги есть и имя начальника казацкого отряда. Кровавая битва поныне живет в памяти черкесских племен и полумирный пахарь на берегах бзюика ручейка речки ничтожены, но давшего имя достопамятному дню бзюк-зарар, отрывая человеческое кости, вздохнул, произносит, «Тогда погиб и мой отец», и угрюмо глядит на истлевающие останки собрата. Спросите Седова, как лунь старика, сколько ему лет, и он вам скажет, «Во время бзюикской битвы я уже умел держаться на лошади, или, помню, когда привезли тело моего отца, на нем все платье было в крови». Не бжедуги, а Бог нас истребил в наказание за нашу гордость, говорили старики, вспоминая бурные дни народных волнений, в которых и сами принимали участие. Помнит народ и славные имена участвующих в битве. В долине Адагума, там, где стоит ныне штаб с квартиры крымского полка, еще видны два кургана, на которых поставлены бастионы нового укрепления. На вопрос русского офицера, чьи это могилы, местные жители рассказывали, что некогда жил в долине Адагума один из известных владельцев племени натухайцев. колобат, что шапсуги напали на него с абадзехами, но казацкий атаман Чепега послал на помощь колобату войскового полковника Еремеева сотни казаков, охотников с пушкой при прапорщике Блохе, и шапсуги были разбиты. По этим рассказам казаки потеряли одного убитого и десять ранеными, и между последними прапорщика Блоху. Сам Колобат пал в битве. Меньший курган и есть могила героя легенды Колобага. Похороненного вместе со своими сподвижниками в Боришон лежат восемьсот шапсугов и абадзехов. Дорого обошлась битва с шапсугом, но еще дороже она стала победителем бжедугом, утратившим в лице князя Баты-Гирея влияние на соседние горские племена. И бжедуги долго на самом месте сражения оплакивали своего князя, положенного под небольшим одиноко растущим дубом, молодым до того, что ветви его гнулись от бурок, защищавших труп убитого князя от лучей солнца. Еще недавно некоторые горцы указывали этот дуб, названный Батугиреевским дубом. Но говорят, что русский топор не пощадил и его во время последних движений отрядов. Взгляд народа на бжуикскую битву выразился в ответе одной женщины, вышедшей навстречу возвращающимся с поля битвы. Узнав о гибели мужа и детей, сложивших голову на бжуике, она крепко пригорюнилась. Что же вы сделали доброго? Спросила она Шапсугов. Убили Батугирея? Ответили ей. Опечаленная вдова и мать захлопала в ладоши и сказала, потерю Шапсугов шапсугские женщины могут пополнить в одну ночь, а потерю Батугирея жены и во сто лет не исправят. Вот песня Бжедугов, образ простой поэзии гор, в которой воспеты и битва, и личные в ней подвиги замечательных бжедугов. Его конь Хуаре был с красивой шеей, и на нем он отважно вступил в бой с врагами. Сражайся, Батгирея. Немного прошло времени, а конь Хуаре уже весь был усеян стрелами, торчащими в его боках. Сражайся, Батгирея. Шишак у него, как солнце, был блестящий, и сам он сиял между всеми, как солнце. Сражайся, Батгирея. Но вот из его рук выпала плеть шелковая, и он закатился от нас, как молодая луна. Сражайтесь, храбрые бжедуги. Заплакали бжедуки, потеряв в бою любимого вождя, оплакала смерть его и великая царица. Сражайтесь, храбрые бжедуги. Счастливый Батгирей, рыдала по тебе счастливая невеста твоя, Гашифаф. Сражайтесь, храбрые бжедуги. Отомстим врагам раздался крик в воздухе, и балкань гиды была завалена вражескими телами. Сражайтесь, храбрые бжедуги. Растегнутый воротник обнаружил его панцирь. Он был в бою непобедим. В ночное время оберегал он стан, как днем оберегал людей крепость. Ачхит Ахиджаков. Шишак он надвинул и опустил забрало, врезался в середину врагов. Ислам Ханжимуков. Он ранен был в бедро, но склонившись на шею коня, продолжал поражать врагов. Бек Мирза Ахиджаков. У него было лицо железного цвета, и сам он был железный человек. Свист пуль его тешил. Берзек Едиков. Он имел широкодольный мушкет, и одним выстрелом убил двух врагов. Алмаз Лакшакаков. Он натягивал питьеву лука во всю длину стрелы, и стрела его была смертоноснее пули. Козы Дихуджеев. Безрикская битва положила начало ненависти и полувековой борьбы черкесов с русскими. И Чепега в самое последнее время атаманства, которого она была, оставил своим преемникам, Котлеровскому и потом Бурсаку, трудное положение дел. Шапсуги мстили за вмешательство постоянными набегами и добровольно перешли на сторону турок, только и ждавших момента поссорить горцев с казаками. Бжедуги, натухайцы и некоторые другие племена еще держались недолгое время союза с русскими. Но те же шапсуги и турки скоро переменили их на свою сторону. Переманили. Да иначе и быть не могло. Если бы турки в то время не сидели в Анапе и не держали по берегам моря рынков для торговли невольниками, быть может, влияние их на Черкесию окончилось бы в тот самый день, как русские придвинулись к Кубани. Но развращающая возможность легкого обогащения грабежом и пленением соседей склоняло черкесов на сторону турок и делало их естественными врагами русских. Шапсуги и Абадзеки первые стали производить набеги на линию, захватывать людей и сбывать их в Анапу. Другие племена увлеклись их примером и война запылала. За Кубань нельзя уже было ездить казакам не только поодиночке, как прежде, но даже и целыми командами, которые никогда не возвращались назад без убитых и раненых. Мирная Кубань стала с этих пор для черноморского казака порогом вечности, и уже никто, не рискуя утратить жизнь или свободу, не мог переступить запретных берегов ее. Одной из первых жертв начавшейся борьбы предания называют казацкого хорунжего бескровного, и в его истории отражаются взаимные отношения врагов. Мнение черкесов о казаках и гордая воинская дерзость последних. Бескровный попался в руки черкесов во время охоты за Кубанью, а на третьи сутки уже успел бежать. Черкесам удалось поймать его, и на этот раз они решили продать его в горы. Но три дня напрасно водили пленника в горах по аулам. Покупать его никто не хотел. Каждый, узнавая в бескровном по Чуприне на голове черноморца, говорил продавцам, что его можно купить разве для только того, чтобы пропали деньги. Тогда азиаты, посоветовавшись между собой, обрезали бескровному Чуприну и уже в этом виде продали его за Турчина одному черкесу, от которого бескровный и бежал через две недели в свои закубанские плавни. Уже в короткое атаманство Котлеровского война приняла весьма острый характер. Атаман, живший почти все время в Петербурге, письменно громил управлителей Черноморского войска за слабое содержание кордонов, но с приездом его самого на Кубань дела пошли еще хуже. В темные ненастные ночи черкесы пробирались между казацкими секретами, нападали на жителей, грабили, убивали, уводили в плен. Не раз торгались большие черкесские партии громить казацкие станицы. Казаки геройски защищались, но им недоставало быстроты, легкости, подвижности, которыми отличалась черкесская конница. В этом отношении виноват уже более всего упрямый характер самих черноморцев, не желавших у себя никаких нововведений. Шапсуги остались до конца злейшими врагами России и покорились последними. К тому же они скоро потеряли свою некогда яркую самобытность и стали жить жизнью беспорядочной разбойничьей шайки. Дело в том, что, разрушив в революционном порыве все свое общественное устройство, они после так уж и не могли построить прочного порядка. И в этот несчастный край, как в лишенной изгороди двор, со всех сторон стали собираться сперва поодиночке, а потом и целыми караванами беглецы, все беспокойные и преследуемые в своем обществе и племени люди, убийцы, воры и всякие оскорбители народных нравов, нарушители чужих прав. Оставив обычаи этого племени, которому они принадлежали прежде, они пришельцы не находили на новом месте ни прочных законов, ни обычаев, потому что народ шапсугский сам находился в совершенном брожении. Шапсугия стала обширным разбойничьим притоном для всех соседних племен, и беглецов из одной только кабарды здесь водворилось тысячи. Лучшие люди шапсугии скоро поняли начинающуюся гибель своего племени, и между ними возникла мысль отделиться от несносного брода и даже действовать против него в союзе с русскими. С горячим негодованием и скорбным сетованием говорили они о позоре своей родины, превращенной буйством народа в притон воров и разбойников. Если бы вы поставили говорили они впоследствии русским два-три укрепления впереди Кубани, все настоящие родовые шапсуги стянулись бы и сели позади этих укреплений, чтобы вместе с вами вынудить необузданный сброд подчиняться порядку. К сожалению, мысль эта не нашла сочувствия со стороны кавказского начальства, которое не верило ее осуществлению. А между тем, по словам старожилов, она имела все шансы осуществиться легко и прочно, чему примером может служить Гривенская станица Черноморского войска, которая населилась именно шапсугами, не сочувствующими анархическому движению своей родины. Атаман Бурсак В главном городе Черноморских казаков в Екатеринодаре совершалась 22 декабря 1799 года церемония присяги нового войскового атамана полковника Федора Яковлевича Бурсака, назначенного рескриптом императора Павла на место старого Котлеровского. Бурсак был один из последних характерных представителей Сечи Запорожской. И при вступлении его важную должность казацкого батьки соблюдены были все обычаи, принадлежащие отдаленном ее времени Сечи. Под знаменами минувших времен Бурсак поклялся положить конец неисходным бедам черноморцев, вносимых к ним черкесскими набегами. Нужно сказать, что в те времена было в силе распоряжение, запрещавшее казакам переходить Кубань для преследования черкесов. И это обстоятельство было истинным бедствием для казаков. Черкесы то и дело врывались в казацкие земли за добычей, а казаки, наказывая хищников на своей стороне, не могли преследовать их вечно приходя к заповедной грани, нередко останавливаясь их на пути к победе. Борьба выходила неравной, черноморцы роптали, а Брусак воспользовался первым большим нападением черкесов в марте 1800 года на Копыльский кордон, чтобы настойчиво домогаться право ответных набегов. И разрешение наконец было дано. С этого времени война принимает новый и более правильный характер. Не ограничиваясь уже одними берегами Кубани, а понемногу захватывая собой горы и ущелья Кавказа, начался ряд теперь уже обоюдных набегов. То горцы вторгались для добычи, то черноморцы шли за Кубань наказать их. Наступательные действия со стороны черноморских казаков начинаются уже летом 1800 года. Две тысячи черноморцев под личной командой Этамана Бурсака вошли в черкесскую землю и на первый раз истребили аулы двух злейших врагов Аслан Гирея и Девлет Гирея. Богатая добыча доставшейся казакам не только вознаградила их за прежние потери, но манила к новым вторжениям. Так что, когда вслед за тем черкеса напали на казаков, рубивших лес в головатом куге, и взяли несколько из них в плен, то и Саул Кобиняк, стоявший на кордоне, уже не задумываясь, бросился в плавь через широкую Кубань и на том берегу близ аула Махмед Паки имел молодецкое дело. Пятьсот черкесских наездников, предводимых отважным Евдук-Бееем, не устояли против стремительного натиска двух сотен Кобиняка удалого, и сам Евдук-Бей едва успел спастись. Все пленные казаки были отбиты, черкесская партия рассеяна, и Кобиняк, разграбив по пути аул Махмед Паки, с добычей великой возвратился на линию. А задаченные горцы после того в течение целого года не смели приближаться к линии. Но Бурсак, понимая, что это только затишье перед новою бурею, торопился усилить оборону линии, воспользовавшись тем, что в казацком войске много было еще казаков водяных, то есть приученных действиям на море, он образовал из них плавучие караульни, которые и должны были двигаться по всему течению Кубани. Эти речные пикеты, называвшиеся байдаками, устраивались наподобие паромов, но имели весла и слушались руля. Вооружение их состояло обыкновенно из фалькометов, иногда из одной трехфунтовой пушки, а по борту, обращенному к неприятельскому берегу, устраивались шерстяные щиты с бойницами для ружей. Но именно один из этих байдаков скоро и послужил поводом к новому кровавому столкновению. 28 февраля 1802 года он шел по Кубани из Бузатской пристани к Екатеринодару с четырьмя местами пудами казенного пороха. Нужно сказать, что недалеко от Славянского поста, почти на середине кордонной линии Кубань разрывается на два параллельные течения и слившись вновь в верстах в шестидесяти от этого места образует продолговатый и низменный Каракабунский остров. Левое течение, левый проток, приходящийся ближе к горам, образует речку Каракубань, а правый, почти уже пересохший, удерживает за собой название Старой Кубани. Дойдя именно до этого места, где протоки Кубани снова соединяются, судно остановилось, так как дальше Кубань была для него мелководна, а каракубань протекала в черкесских пределах. Не желая, однако, выгружаться с транспортом, офицеры, начальствующие на Байдаке, Харунжи, Венгер и Жвачка решились избрать последний путь как более близкий. Но этот близкий путь привел их к гибели. Плывший Байдак неожиданно был осыпан черкесскими ружейными пулями с берега. Начальник судна тотчас взял направление к противоположному берегу, чтобы выйти из-под выстрелов горцев. Но тут-то и случилась с ними непредвиденная беда. Глубокий противоположный край мышами скрывал засаду. И едва Байдак подошел к нему, как горцы сделали залп и мгновенно вскочили на палубу. Рукопашный бой был непродолжителем. Оба офицера и 14 казаков были убиты, а остальные вместе с Байдаком и пушкой остались в руках неприятеля. Случилось, что двое тяжелораненых были приняты черкесами за убитых и брошены на берегу. Они-то впоследствии добрались кое-как до Кубани и сообщили о происшествии. Молча выслушал атамана Бурсак недобрую весть и решил жестоко наказать черкесов. 29 мая 6 тысяч черноморцев, перейдя Кубань, на Олегинском кордоне вступили во вражескую землю. Здесь к ним присоединились еще два полка 14 и 15 егерей. Но так черноморским казакам доступнее были закубанские плавни и ближе к сердцу сама цель похода наказать хищных злодеев. То, предоставив егерям идти позади и взяв проводники султана Шрет-Аглы, атаман в тот же день, в ту же ночь повел своих удалых черноморцев к местам, где пострадали их войсковые товарищи. Солнечный восход 30 мая встретил бурсака уже у крайних черкесских селений, принадлежавших князю Буджуку. Казаки подошли к ним скрыт к ним скрытно, по таким местам, где только казак со своим обычным терпением мог пробираться безнаказанно. Несмотря на то, черкесы встретили нападение оружейной пальбой, а вскоре на выручку к ним прискакала и новая партия в 500 человек. Бой закипел, и долго ни та, ни другая сторона не уступала ни шагу. Горцы бились отчаянно, чтобы выиграть время и спасти семейства свои. Черноморцы хотели именно взять эти семейства и упорно ломились в аулы. Наконец, части казаков удалось скрытно зайти в тыл неприятелю и дружно атакою своею смять черкесов. Тогда четыре аула, захваченные казаками, были превращены в груды развалин. Весь скот, имущество, семьи, все осталось в руках черноморцев. Пленных было взято более пятисот человек. И в числе их находился сам князь Буджук со всем своим семейством. Атаман Бурсак произведен награду за это дело в полковнике. Страх подобных нашествий гораздо более способен был обуздать черкесов, чем всякая кордонная стража. Но в то же время чувство мести и желание расплаты со стороны горцев придавали всей войне по временам кровавый и беспощадно жестокий характер, создавший для казаков невыносимые трудности. Особо тяжела была для них зима 1803 года. Морозный январь давал возможность хищникам удобно по леду переходить Кубань. Черкесы выжигали казацкие пикеты и кордонное сено, проникали в прикубанские селения, захватывали скот, даже уводили людей. Герзость их дошла до того, что раз 12 человек ночью пробрались в самую станицу, разграбили в ней дом казака Семена Дзюбы и, захватив его молодую жену полоногую, потащили ее к Кубани. Несчастная, раненная шашкой в бок, собрав однако последние силы, вырвалась из рук черкесов и успела закричать. Нашом выскочил какой-то коза и выстрелом из ружья поднял на ноги целую станицу. И подобные происшествия стали делом заурядным. Прибрежные камыши и непроходимые кубанские плавни благоприятствовали мелким набегам и уберечься от них особо в темные ночи не было никакой возможности. Настало на линии бесконечно тревожное время. Даже посты и те не могли считать себя в безопасности. Ночью на них никто не ложился спать. Коней не расседлывали. А лазутчики из-за Кубани один за другим приезжали с грозными вестями. Скоро стало известно, что сильные партии горцев находятся в сборе. Но никто не знал, куда они намерены направиться. 19 января черкесы перешли Кубань и бросились на Александровский пост. Постовой начальник Харунжи Кратняк, встретивший их на валу, был убит, и горцы ворвались внутрь укрепления. Но здесь, поражаемые на каждом шагу метким огнем черноморцев, они не удержались и отступили, успев, однако, захватить с собой жену Кратняка и восемь казаков. Еще не отгремели последние выстрелы на Александровском посту, как новая, еще большая партия горцев кинулась на Копыльский кордон. И бой здесь был еще серьезнее. Черкесы несколько раз сходили на приступ и, если Копыл устоял, то только благодаря храбрости своих начальников подполковника Блюдова и капитана Елько, которые распоряжались обороною. Чтобы дать понятие об упорстве этого нападения на Копыл, довольно сказать, что по неприятелю сделано было тогда 52 картечных и до 4 тысяч оружейных выстрелов. Окрестные поля и берега Кубани были завалены трупами горцев, и все-таки окончательная победа осталась за казаками только тогда, когда на помощь подоспела команда с ближайшего протоцкого поста. Отбитый от Копыла неприятель стал отступать к Кубани, но вдруг круто повернул назад и всей своей массой ударил на протоцкий пост, где казаки только что возвратившиеся из боя усталые, казалось, не могли противостоять ему серьезной обороны ничего. И положение поста действительно могло бы стать отчаянным, если бы храбрый Илько со своими егерями при первой тревоге не подоспел из Копыла отплатить услугой за услугу и не помог отразить нападение. Еще раз после того сильная черкесская конная партия прорвалась сквозь линию и кинулась было на Петровский пост, но отраженная с большим уроном, она ограничилась, к счастью, тем, что разбила почтовый двор до один казачий хутор. Всю зиму унесли черноморцы на Кубани тяжелую кордонную службу, стойко обороняя свою пограничную линию. С весной набеги прекратились. Носились слухи, что между горскими племенами начались раздоры и несогласия, что одни требовали решительных действий против русских, а другие напротив желали мира и сближения с казаками. Как бы то ни было, но целые восемнадцать месяцев военная гроза не разражалась над линией, и только уже осенью 1804 года стали снова ходить тревожные слухи о враждебных замыслах горцев. 16 сентября действительно тысячи человек отборных наездников шапсугов перешли Кубань намерением идти к Тимошевской станции. Триста казаков самим атаманом во главе встретили их на переправе, но подавляемые превосходными силами вынуждены были отступать, пока на помощь не подоспел взвод конной артиллерии и метким кортечным огнем не остановил неприятеля. Тогда сражение приняло необычайно кровавый характер. Напрасно шапсуги пытались проложить дорогу оружием, кортечь отбрасывал их назад и скопище понеся огромную потерю вернулось за Кубань. Справедливо опасаясь, чтобы за этим набегом не последовали другие, как это было в прошлые зимы, Брусак решил предупредить врагов и сам двинул за Кубань восемь конных и пять пеших черноморских полков при шести орудиях. Несмотря на суровую зиму, глубокие снега и сильные вьюги, отряд первого декабря со всех сторон вломился в шапсукские владения. Придав совершенно опустошению и берега Шепза, Апфис, и Абуни, Бурсак возвратился на Кубань не прежде, как искрестив по всем направлениям страну злейших врагов Черноморья. Возмездие, поразившее на этот раз горцев, было достаточно сильно, чтобы на время заставить их прекратить набеги. Лишенные жилищ, имущества, оставленные на зиму без крова, хлеба, они просили пощады и дали аманатов. За личную храбрость и распорядительность в этой экспедиции Бурсак награжден был орденом Святой Анны Второй степени, украшенным алмазами. С этих пор спокойствие на кордонной кубанской линии не прерывалось до 1807 года. Но едва Турция объявила Россию войну, как горцы, забыв свои клятвы, стали под турецкие знамена, а в марте несколько тысяч их уже ринулись кубани и, разорвав кордонную линию, как лава разлились по всему Черноморью. Сирения Китаровская, Стеблеевская и хутора Курчанские первые сделались жертвой набега. Атаман немедленно вызвал на границу все льготные строевые казацкие части, находившиеся внутри Черноморья и, поставив таким образом крепкую преграду дальнейшим вторжением горцев, в то же время намеревался доказать им, что турецкая война нисколько не может помешать черноморцам найти дорогу к жилищам черкесов. Он даже отклонил предложенную ему помощь регулярных войск и готовился идти за Кубань с одними казацкими силами. Но едва черкесы увидели, что атаман сдвигает казачьи полки на границе, как многие горские князья уже явились к нему с повинной головою и с изъявлениями покорности. В это самое время главнокомандующий войсками в Крыму Маркиз де Траверс задумал овладеть Анапой и через Таманский полуостров отправил к ней регулярный отряд под начальством генерал-майора Гангеблова, получившего приказание принять в свое распоряжение и полки черноморских казаков. Но на пути к Анапе Гангеблов узнал о взятии крепости экскадры контр-адмирала Пустошкина возвратился на линию. Из ряда многочисленных случаев трудов и встреч с неприятелем в этом походе выделяется дело полковника Кухаренко, который с казачьим полком был послан 7 мая занять небольшой черкесский аул, лежавший в лесистом ущелье реки Псебета. Приказание было отдано лично Гамбеловым. Но Бурсак, знавший, какие неудобства представляет местность для конного полка, послал на помощь к нему еще небольшой отряд казаков с приказанием действовать неприятелю в тыл. И только эта предусмотрительность спасла Кухаренко. Сопротивление, встреченное им в лесу, было так сильно, что сам атаман, с тревоженной участью черноморцев, поскакал на место боя, принимавшего опасный для них характер. К счастью, в это именно время подоспело подкрепление, и тогда Кухаренко, раненый шашкой в лицо, и сотник воропай, раненый в голову и в бок, тем не менее бросились вперед во главе своих казаков и на глазах атамана овладели аулом. Незначительное само по себе дело это распространило, однако же, тревогу в горах, и горцы в значительных силах собрались за рекой Каравандии. Гангеблов, не решаясь вступить с ними в бой, приказал отступить на Ольгинский пост. Но войсковой атаман, хорошо понимая, что горцы в этом случае сами насядут на отряд, уговорил его смело ударить на неприятеля. Пять полков черноморцев понеслись к черкесским аулам, которые виднелись по ту сторону речки. Черкесы одной половиной встретили этот летучий отряд, а другой ударили на пехоту. И здесь, и там завязалось жаркое дело. Казаки после рукопашной схватки первые опрокинули горцев, и те повсюду бежали, понеся значительные потери. После боя аулы были истреблены казаками, и Бурсак хотел продолжить наступление, но Гангеблов на то не согласился и приказал войскам возвратиться на линию. Нерешительность действий Гангеблова много повредила Черноморье. Само назначение туда регулярных войск с начальником также из регулярных генералов было весьма неудобно при тогдашнем положении дел на Кубанской границе, внушая горцам мысль о слабости Черноморского войска. Бурсак, желая загладить невыгодное впечатление, произведенное всеми этими обстоятельствами, воспользовался известием, что Анапский паша собирает в горах 15 тысяч черкесов с тем, чтобы наказать мирные аулы, стоявшие на лабе, и тотчас отправил на помощь к ним тысячу казаков под начальством подполковника Еремеева. Подполковник Еремеев был человек несомненно решительный и храбрый, но обстоятельства сложились так, что экспедиция не принесла решительно никакой пользы для Черноморского края и только вызвала черкесов на новые враждебные действия. Собрав под свое начальство всю горскую милицию, Еремеев двинулся с ней на Абадхезов, и 19 октября на Белой произошло жаркое сражение. Абадзехи, массой насевшие на правое крыло отряда Еремеева сильно теснили черкесов безруковцев, и дело готово уже было принять совсем дурной оборот, когда подоспели на помощь черноморцы. Полковник Порывай сотни казаков вихрем ударил на неприятеля, в то же время картечный залп из трех орудий, приведенных Еремеевым, произвел в рядах Абадзехов страшное опустошение. И после минутного боя все скопище их обратилось в бегство. Началась бешеная, ничем не удержимая погоня, на которую способны одни только горцы. Сам князь, без рук, окруженный толпой орков, понесся вперед, чтобы натешиться местью над пораженными врагами. К сожалению, он слишком увлекся и, наскочив в лесу на засаду, был убит наповал. Смерть храброго князя расстроила весь план похода, и безруковцы, упавшие духом, потерявшие веру в успех в его предприятие, стали расходиться под мам. Еремееву также не оставалось ничего более, как возвратиться на линию. Перемирие, заключенное с Турцией, приостановило военные действия с черкесами на Кубани только на короткое время. 11 мая 1809 года горцы уже снова перешли Кубань и взяли пост, вырезав гарнизон его до последнего человека. На всей пограничной линии поднялась тревога, а черкесы, упоенные успехом, уже мечтали разорить всю Черноморию. Вдруг грозная весть пронеслась по горам, что сам атаман Бурсак появился в Шапсугии. Это было летом 1809 года. Напрасно горцы, пользуясь лесистой местностью, пытались остановить победоносные шествия черноморцев. Бурсак прокладывал себе дорогу пушечными выстрелами и, подвигаясь все дальше и дальше, оставлял за собой страшные следы опустошения. Более тысячи шапсугов было убито в эту экспедицию, более 18 аулов разорено, до основания множества хуторов со всеми запасами сена и хлеба преданы пламени. Теперь, когда Анапа была в руках русских, казаки проникали в сердце неприятельской земли и всюду вносили за собой смерть и разорение. Полагаем, что после столь жестокого наказания горцы одумаются и прекратят свои нападения, маркиз де Траверсе приказал Бурсаку остановить военные действия и поручил генерал-лейтенанту Дюку де Ришелье, управляющему тогда Новороссийским краем, отправиться в Екатеринодар, чтобы лично присутствовать при заключении с черкесами мирных условий. Ришелье действительно прибыл и, собрав к себе знатных закубанских владельцев, долго уговаривал их быть мирными соседями черноморцев. Черкесские князья почтительно слушали речи герцога, соглашались на все безусловно, приняли подарки, но тут же, узнав о времени отъезда богатого и знатного генерала, условились между собой захватить его в плен и 300 отчаянных головорезов засели у Петровского поста. К счастью, Дюк де Ришелье совершенно случайно изменил свой маршрут и выехал из Екатеринодара несколькими днями позже. Для извещения об этом постовых начальников был послан вперед верховой казак, которому на пути к Петровскому кордону пришлось проезжать как раз мимо засады. Черкесы, соскочившиеся долгим ожиданием, бросились на казака, чтобы узнать от него, не уехал ли генерал вместо тамани в Ростов. Казак ушел от погони, но несколько увлекшихся черкесов пронеслось за ним вплоть до Калаузского редута, где тотчас ударили тревогу. 70 казаков с орудием под командой Харунжева Иваненко, приготовленные здесь для конвоирования Дюка Вишелье, вышли против хищников и, преследуя их по густым камышам, открыли засаду. Иваненко кинулся на нее с таким отчаянным гиком, что горцы потеряли голову и бросились бежать, покинув на месте множество седел, бурок, попах и даже горошия. Не подозревая об угрожавшей ему опасности, Дюк Берешелье спокойно приехал в Калаузский редут и здесь получил известие о деле этом. Не теряя времени, он тотчас послал на подкрепление к Иваненко свой конвой, сопровождавший его от Копла, а между тем и сам поехал вслед за отрядом. По всей дороге он видел тела убитых черкесов, а в нескольких верстах от Калауза встретил и казаков, которые возвращались из боя с добычей и пленными. В числе последних находился начальник партии, которого взял Иваненко, сильным ударом кончука, сбив его с лошади. От этих пленных узнали о дерзком намерении и о числе бывших в засаде черкесов. Со стороны казаков потерь не было. Дюк в тот же вечер благополучно прибыл в Тамань. Храбрый Иваненко по его представлению награжден был орденом Святой Анны Четвертой степени. Черноморцы в память этого события на месте, где угрожала герцогу опасность, заложили батарею, которую и назвали по имени его Эмнуиловской. Все лето и всю осень продолжали черкесы тревожить линию своими набегами. А с началом 1810 года открыли наступательные действия уже в более обширных размерах. 12 января удар их направлен был на хутора, принадлежавшие Ивановской станице. 18 после геройской обороны пал Ольгинский пост, и были разграблены Ивановская Стеблеевская станица. 26 той же участи должна были подвергнуться станица Мишастовская, если бы черкесы не встретили в ней отчаянного сопротивления со стороны 250 казаков и распортированное в селении роты Игерей. Подполковник Бурнов, распоряжавшийся обороной станицы, был ранен пулей в щеку, но заступивший его место храбрый капитан Трибутсен после четырехчасового упорного боя отбил нападение. Очевидно, горцы нуждались в новых уроках, но атаман, давно уже желавший перенести театр военных действий в землю непокорных горцев, был связан распоряжениями свыше. Недовольный осторожностью начальства, он предрекал ему январские события, и только когда они совершились, Брусак получил наконец право распоряжаться обороной Черноморской линии по своему усмотрению. Едва получив об этом известие, он 17 февраля уже был за Кубанию и громил Абадзехов. После этого похода вся добыча роздана была войскам, а из оружия богатый лук со стрелами в колчине и отличное ружье отосланы были в Одессу в подарок герцогу Ришелье. Тяжелая болезнь остановила атамана, но начатое дело было блистательно докончено его сотоварищами полковником Кабняком и войсковым старшиною Дубоносовым. В ту же осень Бурсак жестоко наказал абазинцев, зимой ходил к натуханцам, а в январе 1811 года к шапсугам. Это были последние походы атамана. Имя его грозой пронеслось по горам и надолго отбило охоту у горцев тревожит Черноморскую линию. Сильнейшие племена черкесов спешили принести покорность, обещали охранить мир и даже оберегать русские границы. Погромы Бурсака поныне остались в памяти горцев, произведенные за отличие в боях в генерал-майоры, он еще пять лет правил войском, пользуясь плодами завоеванного им мира, и посвятил свою деятельность исключительно уже развитию внутренней жизни Черноморского войска. Одновременно с тяжелой борьбой на Кубани черноморцам в те времена беспрерывных войн приходилось еще высылать свои полки и для участия в других европейских компаниях. Так, в 1807 году по случаю выступления войск из Крыма против французов один конный полк ходил в Карасубазар для содержания разъездов по берегам Черного моря, а другой пеший под командой подполковника Поливоды, сформированный из людей знающих морское дело, отправлен был на Дунай служить на суднах грибной флотилии. Памятным эпизодом этой войны осталась гибель самого Поливода, случившаяся при следующих обстоятельствах. 12 мая 1909 года под Тульщиным, а быть может на острове читали, об этом нет достоверных исторических известий, Поливода задумал подойти к турецким батареям и захватить их врасплох. С вечера под разыгравшуюся погоду флотилия его пустилась по Дунаю, но сильная буря ночью разметала казацкие баркасы и совершенно расстроила план нападения. Сам Поливода был отнесен течением прямо под турецкие батареи и, несмотря на отчаянное сопротивление, погиб в неравной борьбе с напавшими на него турками. В Отечественную войну тот же пеший полк в составе дунайской армии сражался на берегах Березины. А в июне 1813 года на смену его прибыл новый, уже конный полк, на долю которого и выпала честь представлять собой черноморское войско заграничных наполеоновских войнах. В то же время черноморцы участвовали в этих походах и своей гвардейской сотне. Нужно сказать, что гвардейская сотня от черноморского войска была сформирована в первый раз в 1811 году. Отправленная в Петербург под начальством войскового полковника Афанасия Бурсака, она была причислена к лейб-гвардии казачьему полку, который участвовал во всех главнейших сражениях наполеоновских войн и особо отличился знаменитой атаке под Лейпцигом. Тогда черноморская сотня заслужила серебряные трубы и георгиевский штандарт. В 1816 году удрученный годами и долгой боевой службой Бурсак просил увольнения от должности и вышел в отставку. 16 лет атаманства Бурсака были значительны для Черноморья. Ни в одном только военном отношении и заслуги его в смысле дел мирных быть может были не менее важны. Ему принадлежит честь открытия первых учебных заведений и школ для воспитания казачьего юношества, заброшенного судьбой в эту безлюдную сторону, полную тревог и опасностей. При нем же совершилось и переустройство Черноморского войска, совершенно изменившее перенесение им с Днестра на Кубань старинное устройство. Сечевой уряд держался на Кубани только до 1803 года, когда последовал указ об учреждении Черноморских полков на общем основании с другими казачьими войсками. Единственная уступка, сделанная в этом отношении для Черноморского войска, заключалась в том, что в нем сохранено старинное конно-пешее устройство, какое было в Запорожской Сечи, и сверх десяти конных полков образовано столько же пеших, которых другие казачьи войска совсем не имели. С учреждением полков дан был Черноморскому войску и форменный мундир, короткая куртка с откидными за спину рукавами синего цвета и такие же выпуклые широкие шаровары, белый кушак, высокий кивер с султаном, ружье, леданка, коваревийская сабля и длинная пика. Пешие казаки отличались от конных только тем, что вместо пики имели короткий дротик, служивший при стрельбе. Изменением устройства и порядка в Черноморье минули, безвозвратно и старые времена канули. Но прежнее устройство, связанное с вековой историей Запорожья, долго оставалось в памяти народа, который поныне любит о нем вспоминать и добрые старые годы обозначает словами «До полков!» Тогда скажет вам казак «Было житье казакам, тогда мы величали друг друга братом, а кашевого атамана батькой». Так оно было и на самом деле. Мы не чувствовали тесноты в свет личке, в доме о трех окнах, под низко скученной крышей, где на цветании божьего дня звонко чиликали воробьи, благодарные за ночлег под одной с ними смиренную кровлею. Наши матери и молодицы разъезжали еще в стародубовских кибитках, в которых только и роскоши было, что медные головки, а мы-то мы с пренебрежением смотрели на колеса и нас носили стремя на. Стремя было для казацкого чобота, что крыло для пяты Меркурия. На дружеских пирах мы пили свою родную варенуху, услаждали вкус мнишками, а слух цимбалами, а под их разудалое, задирающее заживое бряцание отплясывали журавля да метелицу. Пуля и даже сабля не брали нас в бою, за тем, что никто из нас не оглядывался. У домашнего очага мы были недоступны ни для корчи, ни для иной злой немочи. Не было преждевременных морщин, за которые могли бы они ухватиться. Все недоброе от нас, как мяч, отскакивало. Просто. Житье было тогда на казаке. Просто. Анапа в 1807-1812 годах. При Черноморском Атамане Бруссаке турецкой крепости Анапе пришлось играть роль довольно значительного местного центра русских военных действий западной части Кавказа. Хотя сама по себе крепость эта, благодаря походам к ней Текели, Бибикова, экскадры контр-адмирала Ушакова, который намеревался истребить на рейде ее турецкие суда и особо благодаря взятию ее приступом войсками генерала Гудовича, давно уже потеряла престиж неприступной твердыни. Однако же, возвращенная туркам по яскому миру, она продолжала служить для них не только опорным пунктом, откуда распространялась влияние их на всю Черкесию и часть Закавказья, но и главнейшим питомником черкесских набегов, всегда находивших в Анапе и защиту, и поощрение, и даже прямое подстрекательство. И вот, во время атаманства Бурсака она поделается вновь предметом завоевания и остается в русских руках уже около пяти лет к ряду. В 1807 году экскадра контр-адмирала Пустошкина, подойдя к Анапе, открыла бомбардирование с моря, но, к удивлению, крепость не отвечала, и мичман Неверовский, который высадился на берег с шестью матросами, нашел крепостные верки, уже покинутые турками. Взойдя на вал, он поднял на нем кейзер-флаг. Радостное ура целой экскадры огласила Черноморские воды, приветствуя этот видимый знак русского владычества. В эту самую минуту Неверский внезапно был атакован сильной партией горцев, но подоспевшая команда с флаг офицером Юрьевым выручила храбрых моряков и отразила нападение. Через час после этого в Анапу вступил гренадерский батальон 4-го морского полка, который забрал оттуда все медные пушки, а все остальное имущество, каменные стены, верки и батареи взорвал. Затем батальон посажен был опять на суда и экскадра 6-го мая возвратилась в Севастополь. По удалении русских турки немедленно возобновили разрушенные верки, но через два года явилась опять экскадра капитана-лейтенанта Перхунова. Вторично владела Анапой и на этот раз уже заняла ее своим гарнизоном. Комендантом крепости назначен был генерал-майор Бухгольц, а командующим войсками генерал Панчридзов. Между тем, турецкий паша, бежавший из Анапы в горы, успел поднять черкесов, которые, отрезав все сообщения Анапы с кубанской линии, держали ее гарнизон почти в постоянной осаде, беспокоя окрестности мелкими нападениями. Тогда полковник эстлянского пехотного полка Золотницкий был послан с небольшим отрядом наказать одного из главнейших и наиболее беспокойных черкесских князей Айдамира, у которого именно и скрывался паша. В продолжении двух дней Золотницкий громил черкесов и разорил до сорока аулов, но на обратном пути он, в свою очередь, был окружен двенадцатитысячным неприятелем, в течение целого дня должен был выдерживать неравный бой. К вечеру до Анапы дошли преувеличенные слухи о тяжком положении отряда и Панчулидзов немедленно выступил на помощь к нему со всем гарнизоном, но прежде чем он успел подойти, дело было уже решено и храбрый Золотницкий торжествовал полную победу. Неприятель, отброшенный в беспорядке, был прогнан с уроном до полутора тысяч человек, но успех недешево достался Золотницкому, потерявшему более ста нижних чинов, а главное, экспедиция не принесла тех результатов, которые от нее ожидались. До какой степени сообщения с линией оставались и после того опасными, можно служить доказательством только следующее дело, бывшее 18 августа 1809 года. В этот день в Анапу ожидали небольшую команду черноморских казаков, посланную с линией, под начальством Исаула Кривошея. Зная опасность пути, Панчулидзов заблаговременно отправил навстречу к ней две роты 22-го егельского полка с орудием под командой майора Витязя. Отряд вышел в 5 часов утра, а в 7 на окрестных высотах уже замечены были из Анапы сильные партии горцев. И скоро затем стала слышна и перестрелка. Тогда Панчулидзов двинул след за Витязем и еще батальон пехоты с двумя орудиями под командой подполковника Краба. И эта предусмотрительность только и спасла, как увидим, от гибели и Витязя и Кривошею. Отряды их были уже друг от друга на расстоянии не более чем верста. Как вдруг из ущелья стремительно вынеслись две партии горцев под предводительством Анапского паши, при котором находились и два турецкие орудия. Меньшая партия кинулась на егерей, большая обрушилась на казаков Кривошеем. 145 черноморцев, видя невозможность удержать стремительную лаву черкесской конницы, спешились и, не теряя присутствия духа, стали, по казацкому выражению, на отбой. Точно скала, охваченная волонами разъяренного моря, стояла эта храбрая кучка под бешеным натиском черкесов. Но скоро оба казачьи офицера и многие из казаков были уже ранены. Витязь между тем стремительным ударом штыки проложил себе путь и около полудня успел соединиться с казаками. Положение русских, впрочем, оттого не выигрывало. Обложив оба отряда густыми толпами, горцы выставили впереди свои орудия и поражали картечью самых близких дистанций. В течение двух часов команда отбивалась от неприятеля. Все пушечные заряды были уже выпущены, а между тем горцам прибывали все новые толпы, и положение русских с каждой минутой становилось все затруднительнее и затруднительнее. Из пятнадцати офицеров в строю осталось уже всего только двое. Майор Витязь, получивший несколько ран, лежал возле орудия в совершенном изнеможении, но до конца не переставал ободрять своих подчиненных, заклиная их сражаться до последней капли крови и умереть с оружием в руках. Рядом с ним лежал на земле поручик козлов, командовавший единственной пушкой, истекая кровью с прострелянными ногами, он также не хотел оставить своего поста и всякий раз приказывал поднимать себя, чтобы лично наводить орудия. Остальные раненые офицеры взяли солдатские ружья и стреляли, понимая, как дорога была каждая лишняя меткая пуля. В этом примере доблестных начальников нижней чины почерпали энергию, мужество, которые позволили им, наконец, сделать возможным почти невозможное отстоять орудие, на которое направлялись самые яростные атаки черкесов. Но в эту минуту, как гибель отряда казалась почти неизбежной, подоспел батальон подполковника Краба. Он разметал черкесские скопища и спас горсть оставшихся в живых героев. Крайнему прискорбию кровавое дело это стоило отряду храброго майора Витязя, не пережившего тяжких ран, и через три дня скончавшегося в Анапе. Едва ли кто-нибудь укажет теперь его могилу, но память о нем живет и долго еще будет жить в Черноморском крае, где одна из первых казачьих станиц, перенесенных за Кубань на вражескую сторону, названа воспоминание его блестящего подвига и доблестной смерти Витязевской. После этого кровавого боя особо выдающихся событий в окрестностях Анапы уже не было, и в 1809 году только небольшая флотилия черноморских казаков, пройдя по Кизильтому лиману и истребила несколько береговых черкесских селений. Зато в 1810 году, когда казацкий атаман Бурсак громил Абадзехов, а полковник Рудзевич, сменивший в Анапе Пайчулатзова, сделал со своей стороны удачный набег за Кизильтянскую косу, горцы подстерегли отряд на обратном пути, и в верстах 15-ти от крепости напали на него в огромных и огромных силах. Они пытались даже совсем истребить отряд, зажегший вперед его степь, как сделали это когда-то крымские татары. Но, к счастью, пожар был скоро потушен и отбитые пушечными выстрелами горцы рассеялись. Отлично понимая, что спокойствие в крае не водворится до тех пор, пока турки будут сидеть на Черноморском побережье, Рудзевич в декабре 1810 года собрал отряд и пошел разорять турецкую крепость Суджуккаля, теперь игравшую ту же роль, что и Анапа. С потери для турок Анапы все жизненные нервы закубанских народов сосредоточились именно в Суджуккале, который из скромного татарского городка уже за 30 лет перед тем преобразился в довольно сильную турецкую крепость. Черкесы дорожили этим местом не менее турок, потому что здесь они получали оружие, боевые припасы, деньги, хлеб, здесь они продавали своих дочерей, невольников и здесь же имели всегда готовые суда для эмиграции в Турцию. В этом именно и лежала причина, почему шапсуги и натухайцы, земли которых прилегали к крепости, так крепко стали на ее защиту. Рудзевич, однако же, разбил их скопище на голову и 24 декабря в рождественский сочельник взял и разорил суджик до основания. Экспедиция эта имела последствия, что все племена, обитавшие по северо-восточному берегу Черного моря, изъявили покорность. Рудзевич получил за нее чин генерал-майора и орден святого Георгия Третьей степени. Между тем, благодаря разумной политике анапского коменданта генерал-майора Бухольца, женатого притом на черкесской княжне Дауровых, между племенами, населяющими окрестности Анапы, мало-помалу начала образовываться довольно сильная партия, преданная интересам России. Нет сомнения, что дела приняли бы еще лучший оборот, но, к сожалению, в 1812 году по заключении Бухарестского мира Анапа опять возвратилась в Турцию, а вместе с ней снова поступили под турецкую опеку и все горские народы, обитавшие по левую сторону Кубани. Говорят, что турки ставили непременным условием мира возвращения Анапы и Поти и что на этом настаивали больше всего высшие турецкие сановники, получавшие именно из этих пунктов красивейших невольников для своих гаремов. Как бы то ни было, но уступка столь важного приобретения может быть объяснена только той поспешностью, с которой необходимо было кончить одну войну, чтобы все силы государства направить тотчас же против другого врага, несравненно более опасного. Это было то время, когда Наполеон стоял на Немане и указывая своим полкам на бесконечную ширь русских полей гордо произносил известные слова «Россия увлечена своим роком». Гибель Новогригорьевского поста 1809 год Все то минуло, остались лишь могилы в поле, те высокие могилы, где лежит зарыто тело белое казачье саваном по видам. Спускаясь вниз по течению Кубани к Ахтенизовскому лиману, вы погружаетесь в самую глубину ферноморских плавней и находитесь в последнем низовом участке кордонной линии, самым невыгодном и неудобном для обеспечения ее от опасности. Мрачна эта дымящаяся, туманная закраина зеленых степей, представляющая собой необнимаемые глазом болота, задернутые дремучим лесом камышей с узкими между ними прогаленными сухой земли, которые служат путями только для хищных шакалов и горцев. Напрасно взор ваш, измученный мрачным однообразием узкой дорожной просеки ищет простора или предмета, на котором мог бы отрадно остановиться и отдохнуть. Дремучий безвыходный камыш. При ином повороте лениво подползет к дороге узкий ерик, дремлющий в своем заглохшем ложе под одеялом из широких листьев водяного лопушника, либо протянет к вашему стремени свои усохшие искривленные ветви чахлое ветло, словно увечный покинутый товарищами путник. Молит он проезжего о помощи, а проезжий как бы только самому скорее проехать. Кое-где мелькнет дикая коза и перебежит фазан. Кое-где покажется высокая пика разъездного козака, молчаливого, бесстрастного и угрюмого, как окружающая его местность. Луж и оцепенение кругом. Только невнятный шепот камышей, только однозвучное жужжание окружающих над вашей головой насекомых, да, при объезде какого-нибудь лимана кваканья целого сонма лягушек. Там долетит до ваших ушей какой-то задушевный войн. Быть может, волчий, а там резкий тоскливый писк ждущих корма птенцов хищной птицы. И это вздрагивание, и этот бред, погруженный в горячный сон природы, отдается в вашем чувстве самосохранения заветным словом. Покинутая внешними впечатлениями, воображение разыгрывается, наполняется мрачными представлениями опасности близкой, готовой спорхнуть из-под копыт коня. Зловещее предчувствие неравного боя, смерти, внезапного плена и неволя в горах, налегает свинцом на душу. Завидев прежде вас обгорелый пень, чуткий конь поднимает голову, храпит и репко, и робко путает свои шаги, и вот где-то близко затрещал тростник, может быть под клыком кабана, может быть под чуваком психадзем. Всадник вздрагивает и торопливо заносит руку на приклад ружья, чууу! Раздался выстрел и в медленных перекатах замер где-то в бездонной глубине в бесконечной дали и стая лебедей тяжело поднялась над лиманом и стадо кабанов шарахнуло в камышах с треском и гудением и всадник едва может сдержать коня. Всю ночь от сумерек до света и вверх и вниз по Кубане ходили разъезды, обыкновенно выбиравшие свой путь под прибрежным тропинком, скрытым от глаз высоких камышом или кустарником. Проезжая по Кубани поздним вечером, конечно, по казенной надобности и тревожно приглядываясь к мелькающим мимо вас в темноте кустам, не выскочил бы из них головорез Шапсук, вы не видите разъезда, а он вас видит. Заметив, как беспокойно вы оглядываетесь, то на ту, то на другую сторону, разъездный моргнул усом и думает про себя. Не бойтесь, ваше благородие, езжайте себе. Глаза зажмуря, ведь и мы не спим. Да еще вы были версты за две, как он уже остановил коня, насторожил ухо и наострил глаз. И когда вы пронеслись мимо него и вновь умчались в темную даль, он все еще прислушивается к печальному звяканью колокольчика. Не прервется ли оно вдруг? И добродушно провожает вас по желаниям, чтобы ваш поздний ужин не остался кому-другому на завтрак. Это описание прикубанской природы и кордонов. Он принадлежит известному попке, автору черноморских казаков. Посреди такой-то именно местности, между Олдохинзовским и Келзатинским лиманом, соединяющимися между собой широкой лентой Кубани, стоял Новогригорьевский пост, как бы запиравший вход в узкие ворота Таманского полуострова. На посту находилось 60 человек черноморских казаков и до 40 солдат Азовского гарнизонного батальона под общей командой постового начальника Заурят Харунжева-Пахитового. Постовая служба здесь была трудна и опасна, потому что плавни давали возможность хищным психадзе прятаться ввиду самых кордонных вышек. Зато малейшие признаки – пыль, поднятая ветром, шум прибрежного камыша, шелест кустов, тревожные крики птицы – все обращало на себя внимание человека, чуткого к опасности, и заставляло его настораживать и слух свой, и зрение. Однажды, 11 мая 1809 года, Часовой казак, стоявший на вышке на Магригорьевской обоста, заметил в плавнях что-то весьма подозрительное. И мошкары вились, как будто бы больше обыкновенного. И птица кричала тревожнее. Насторожившись, он начал зорко всматриваться в синюю зловещую даль, откуда нет-нет, да и нагрянет бывала грозовая туча черкесского набега. Вот сквозь дремучий лес камыша действительно что-то сверкнуло на солнце, брякнула где-то каличуга наездника, глухо отдавался по мягкому илу топот тихо вступающих коней. Это уже не психадзе, это хиджреты. Но хиджреты среди белого дня не пойдут в одиночку или мелкой партии. Стало быть, это собрание. Немедленно дали знать на кордон похитованного. Тот приказал ударить тревогу, а между тем наручно казак подскакал воротить конный разъезд, только что вышедший из поста для осмотра плавни. Но разъезд сам заметил уже неприятеля и, не попав на пост, понесся в ближайшее селение Титаровку и Стеблеевку, дать знать о появлении черкесов. Похитонов не имел достаточно сил, чтобы остановить переправу многочисленной партии, но он решился защищать свой пост до последней крайности. Высоко поднялись и закачались в воздухе огромные сигнальные шары, бухнул пушечный выстрел, вызывая помощь с ближайших кордонов, и весь гарнизон расположился по брустверу, готовясь встретить нападение. Две тысячи горцев окружили пост и, думая овладеть им с налета, кинулись на штурм, но, принятые оружейным огнем и кортечью, они отхлынули назад, оставив под его стенами много убитых и раненых. С полчаса окружились они около поста, осыпая гарнизон ружейными пулями, и, наконец, истощив все усилия, потянули назад и скрылись во влащине. Ободренный успехом, Похитонов не захотел оставить врага в столь близком соседстве и сделал отчаянную вылазку. Эта-то неосторожная вылазка и погубила пост. Стройное и смелое движение русского отряда сначала заставило горцев поспешно отступить к Кубани. Но, едва они заметили, что ряды преследующих стали расстраиваться и приходить в беспорядок, сцена переменилась. Горцы вдруг повернули назад и сами ринулись на горсть казаков, совершенно смешавшихся от такой неожиданности. Минута колебания была минутой гибели отряда. Стали ретироваться к посту все, а скоро горцы, заскакивая вперед, задерживали их на каждом шагу и осыпали ружейным огнем, нанося большие потери. Скоро сам Похитонов был ранен, артиллерийская прислуга вся перебита, и пушечный огонь прекратился. Из артиллерийстов дольше других оставались два канонира. Но ружейный выстрел горца, сделанный в упор, угодил одному из них как раз в сумку, где хранились заряды. Последовал взрыв, и несчастный был разнесен на части. А обожженный товарищ его лишился чувств и замертво остался на поле сражения. Черкесы между тем со всех сторон окружили отряд и с гиком бросились на уцелевшую горсть храбрецов. Несколько бесцельных выстрелов из орудия, сделанных неопытными казаками, не могли остановить неприятеля. Черкесы врубились, и началось буквальное истребление отряда. Это было уже почти под самыми стенами кордона. 200 неприятельских трупов безмолвно свидетельствовали о доблестной защите отряда. Но сила сломила его. И, наконец, все, кому еще можно было бежать, бросились спасаться в укрепление. Сам Пахитонов, едва державшийся на ногах от раны, опираясь на орудийный ящик, последовал общему примеру, не видя иного спасения. Но горцы со своей стороны не дремали. Они вновь успели преградить дорогу бежавшим. И только 25 человеком со штабс-капитаном Фетисовым удалось вскочить на кордон и запереть за собой ворота. Все остальные или были захвачены в плен, или изрублены. И в числе последних, под самыми стенами кордона, пал Пахитонов. Положение Фетисова было безнадежно. Усалевшие казаки и солдаты в отчаянии засели в самых опасных местах и, насколько хватало сил, поражали неприятеля метким огнем. Но спасения уже не было. Черкесы зажгли вокруг кордона кучи сухого назема, и огонь, раздуваемый ветром, быстро перебрался внутрь укрепления. Сухие и крытые соломой строения вспыхнули, как порох, и волны густого черного дыма затопили кордон. Тогда Фетисов крикнул команде «Братцы! Приходится погибать уже не от черкесов, а от огня! Так не спасемся ли бегством? Куда кто потрафит?» Растворены были открыты все калитки, но только пятерым удалось проскочить незамеченными к крутому обрыву Кубани. Все остальные погибли. Новогригорьский пост был сожжен и разграблен. Начальник поста Пахитонов, и с ним 20 человек были убиты, штабс-капитан Фетисов, 42 казака и 35 солдат, тяжело израненные, взяты в плен. Так закончилась эта кровавая драма. И теперь на месте страшного побоища, в чистом поле могила чернея, да кровь текла казацка, трава зеленее. Смерть Тиховского. С самого начала текущего столетия и до кончания Кавказской войны Черноморская кордонная линия начиналась близ устьев Лабы у поста Изрядного, тянулась вниз по излучистому течению Кубани и оканчивалась вместе с ее широкими риманами у северо-восточного берега Черного моря, недалеко от Анапы. Вся эта линия занята была непрерывной цепью постов, батарей и пикетов. Вместе с другими преданиями черноморцы перенесли из Днепра на Кубань и стародавнюю казацкую линейную фортификацию. Их пост и батарея представляли четырехугольный редут с теплой хатой внутри для помещения людей, земляным бруствером и неглубоким рвом, усаженным колючкой на случай экскалады. Все эти посты и батареи вооружены были разнокалиберными и старыми пушками, которые защищали еще Днепровскую линию от крымцев во время гетманов и вместе с казаками переселились на Кубань для продолжения линейной службы против черкесов. Сообразно с местностью, по большему или меньшему ее стратегическому значению, пост вмещал в себя от 50 до 200 человек при одном или двух орудиях, а батарея от 10 до 25 казаков. С первым светом дня сторожевой казак поднимался на вышку. И все вышки по всем постам, сколько их не было, смотрели по Кубани до сумерек. Когда же голодный волк и хищный горец выползают из своих нор на ночной промысел, в то время значительная часть казаков выходила из поста и украдкой вместе с тенями ночи залегала берега в опасных местах по два и по три человека, образуя живые тенета для ночного хищника. Это залог охрана спокойствия и безопасности страны. Казаки, остающиеся на посту, держали коней в седле и находились в готовности по первому выстрелу, далеко излучно разносившемуся в ночной тишине, скакать на зов тревоги и к обеспокоенному месту, не разбирая уже, где куст, А где Рытвина? Над каждым постом, и большим, и малым, как неизбежная его принадлежность, торчала каланча или вышка, а к вышке прилаживался особый прибор, состоявший из длинного шпиля и поперечной перекладины с прикрепленными к ней двумя огромными шарами, сплетенными из ивовых прутев. Весь этот прибор в совокупности напоминал начальную букву в слове «тревога» и был действительно не что иное, как вестник линейного сполоха, телеграф или, как обыкновенно называют его казаки, маяк. Когда часовой днем завидит бывало с вышки неприятеля и закричит своим «Черкесы! Бог с вами!», ему обыкновенно отвечали снизу «Маяч же, не боже!» И вот спущенные до этой минуты шары поднимаются вверх и, качаясь по ветру, маячат всем тревогу. В некотором расстоянии от этой каланчи врывалась в землю высокая жердь со смоленной бочкой, обмотанная сверх того соломой, пенькой или сеном. Эта фигура у линейцев веха. Если в темную ночь неприятеля прорывал кордонный оплот, огромные факелы воспламенялись и проливали багровый свет по берегу. Тогда учащенные выстрелы, крик, топот и рев баранты далеко отдавались по реке, и тревога тормошила линию. И часто на холмике по соседству с фигурой или вехой встречаете вы и теперь потемневший, покачнувшийся на сторону деревянный крест либо черную насыпь на одинокой могиле полегших в ночном бою защитников родного рубежа. И, поравнявшись с этой могилкой, добрый русский человек непременно снимет свою шапку, перекрестится и сотворит молитву за упокой казацких покойников. Близ одного из таких постов, Ольгинского, стоявшего в третьем участке кордонной линии 18 января 1810 года в глухое предрассветное время 4000 пеших и конных горцев стали переходить на правый берег Кубани. Залога не просмотрела неприятеля. Она открыла его, когда он был еще на том берегу и условным сигналом известила пост. Больше этого сделать она ничего не смогла. Черкесы валили открыто и, не развлекаясь мелкими пикетами и батареями, вся толпа, несшая огонь и меч в казацкую землю, устремилась прямо на Ольгинский пост. Пешие быстро отрезали ему сообщения с другими кордонами, а конные понеслись вовнутрь Черноморья грабить ближайшие станицы. На Ольгинском посту находилось в это время до полутора ста пеших и конных казаков под начальством полковника Тиховского. Почуяв опасность, старый исечевик, ратовавший еще против врагов еще на берегах Днепра, и сам приказал ударить тревогу. Вспыхнул зловещий маяк, игулка грянула с вала, пушка вестовая, будя и призывая всех на тревогу. Откликнулись и здесь, и там ответными выстрелами соседние посты. Но помощи подать уже было невозможно, потому что все дороги были захвачены и переполнены горцами. Только с ближайшего Екатеринского поста пятьдесят казаков с Исаулом Гаджановым пробились сквозь толпу неприятеля и вместе с Ольгинским постом очутились в блокаде. Поднятая Тиховским тревога не осталась, однако, бесплодной. Скоро из ближайших станиц по ветру донеслись тревожные звуки набатных колоколов. Но горцы сделали то, чего никто не предвидел. Они пронеслись мимо этих станиц и только в двадцати пяти верстах от Кубани ударили население Ивановку, а некоторые пронеслись еще далее, к стороне Старостемлевской. Черкесы выбрали для нападения такое время, когда большинство казаков находилось на постах и кордонах, а по домам остались одни старики да малолетки. Несмотря на быстроту движения и полную внезапность, первый приступ горцев был тем не менее неудачен. Ивановская станица при помощи егерей майора Бахманова отбилась ружейным огнем и неприятель успел захватить только крайние дома. В них черкесы, однако, нашли несколько жителей, подожгли дворы и принялись за грабеж. Стон и вопль, доносившиеся с этой окраины, побудили егерей сделать отчаянную вылазку, и малочисленная команда их, увлекаемая личным примером отважного Бахманова, кинулась в штыки и выбросила неприятеля совсем вон из станицы. Отдаленный гул выстрелов, доносившихся с Кубани, заставил черкесов поспешить с отступлением. А на Кубани совершалась кровавая катастрофа. Тиховскому, окруженному горцами на своем посту, ждать помощи было некогда и неоткуда. Он это знал, но видел также, что толпы черкесов двигаются для разорения земли черноморцев, защищать которую он ставил себе священной обязанностью. Остановить конных он, разумеется, не мог. Но когда и пешие, оставив против него один наблюдательный пост, двинулись также к ближайшим хуторам и станицам, Тиховский не хотел уже быть безучастным зрителем кровавой расправы с казацкими женами и детьми, и 200 казаков с одной пушкой вышли из поста. С этой тогорстью людей Тиховский бросился на скопище в 20 раз сильнейшее с тем, чтобы заставить его вступить с собой в отчаянный бой и этим удержать от нападения на станицы. Черкесы, увидев погоню за собой, действительно остановились и всей массой опрокинулись на отряд Тиховского. Предвидя, что бой будет упорный и жаркий, Тиховский распорядился заблаговременно отправить всех лошадей на кордон и приготовиться к пешему бою. Три пушечных выстрела картечью осадили толпу нападавших, а торопелые, растерянные хищники кинулись подбирать своих убитых и раненых. Но в это время к ним подоспели другие пешие толпы и вся масса черкесов вновь хлынула на Тиховского. Вновь закипел ожесточенный бой между горстью казаков и тысячами неприятелей, озлобленных, особенно помехой, не давшая им спокойно заняться грабежом. Четыре часа длился бой, бился Тиховский, и казаки брали уже верх над нестроенными толпами. Как вдруг показалась туча конных черкесов. Она неслась со стороны Ивановской станицы по направлению Кубани и, услышав выстрелы, повернула на место сражения. Дружно ударили черкесы на Тиховского и при том в тот самый момент, когда у казаков почти не стало патронов. Последний пушечный выстрел скосил передние ряды нападающих, но остальные как волны хлынули и поглотили собой отчаянно бившуюся кучку казаков. Напрасно Тиховский и его достойность подвижники Саулы Гаджанов употребляли последние усилия, чтобы сплотить казаков и кинуться в ратище. Черкесы стойко выдержали напор и приняли казаков в шашки. Началась беспощадная резня. Тиховский был изрублен на куски, но он пал на поле чести со славой. Оставив по себе в преданиях черкесов грозную память. С ним вместе погибли и остатки его храброй команды, дружины. Наступившая ночь осенила мрачным своим покровом разбросанные по полю тела черноморских казаков. Кроме Тиховского были убиты хорунжи, хорунжи, кривошея, жировой и 144 казака. Исаул Гаджанов и 16 казаков, большей частью тяжко израненные, успели пробиться, а остальные с пушкой уведены черкесами в плен. Всем оставшимся в живым казакам государь пожаловал георгиевские кресты. Но только шестеро из них дождались этой награды. Остальные же от тяжких ран вскоре последовали за своим славным предводителем. Резерв, стоявший у Мышастовской станицы под начальством Исаула Голуба по первой тревоге кинулся в Ивановку, но, не застав там неприятеля, повернул назад, туда, где бился Тиховский и встретил только страшную картину ночного пиршества шакалов. С тех пор прошло более полувека. Затихла гроза войны на берегах Кубани. Заросло травой пустынное поле, облитое казацкою кровью. Но скромные памятники, поставленные 23 ноября 1869 года, признательными черноморцами на могиле героев, пожертвовавших жизнью своей и легших костьми на берегах Кубани, чтобы спасти тысячи других жизней, служит залогом, что не напрасны слова, сказанные при открытии его. Пройдут века, сменится много поколений, природа еще более изменит свой вид. память память о героях наших не изгладится и не умрет в казацком сердце и в его преданиях. оттенков 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 Продолжение следует...